Будто бы, это же еще, ага. Так, ну че, уже получается, ага, уже даже два зрителя, серьезно. Приветик, всем привет, сейчас подождите, пожалуйста, я заанонсю в ТГшечку. Да, вот, вот такой вот я молодец, все, я заанонсил в ТГ, отлично. Добрый вечер, добрый вечер всем, кто заходит, всем, кто выходит, это не важно. Так, я, кстати, подумал, что можно будет сегодня сходить, короче, на стриме побаловаться в некто-ми. Это было бы забавно. Помните, иногда у нас даже забавные получались стримы по этому поводу. Забегаю похвастаться, что сдала внутренний экзамен по ПДД, а в 60 вопросов без единой ошибки. Поздравляю вас, это большое достижение на самом деле, и получается скоро. Права, права, права. Как говорится, ждем на дорогах. Ку, приветствую. Актив? Какой актив? Вы о каком активе говорите? Привет, Калапанда. Ваня, Натурал. Привет, здорово. А Натуралов мы что делаем? Правильно, осуждаем. Да нет, осуждаю свое осуждение, так что нормально. Вечер добрый. Стрим на самом деле тоже внезапный. Я не думал, что он сегодня даже будет, но он оказался, что будет. Добрый вечер, Джек. Хеллоу. Надо мне, короче, знаете, я понял, все-таки надо мне озаботиться тем, чтобы стрим делать какую-то плашку для разогрева, чтобы люди, короче, все заходили. А я такой, бац, и ворвался. Добрый вечер. Здравствуйте, сегодня будет Валорант? Не знаю, не знаю, надо посмотреть. Сегодня будет, скорее всего, демократичное голосование. Привет, крутой Ви. Ну, привет. Не, на самом деле, иногда все-таки, да, я прибегаю к мнению помощь зала, скажем так. И поэтому, возможно, сегодня будет голосование. В любом случае, спасибо за стримы, вы очень приятны. Спасибо огромное. Стараюсь для вас. А из чего выбираем? А вот это надо подумать. Вот это надо, это надо серьезно подумать. Добрый вечер, хорошего стрима. Спасибо огромное вам, хорошего вечера. На самом деле, то есть, вот даже сегодняшний стрим, опять же, произошел таким образом, что гипотетически я такой, да, можно выдохнуть, да, можно так немножко передохнуть. Но потом я понимаю, что я же могу в этот момент запустить стрим для вас. Вот так я и оказался здесь. Здравствуй, Егор, хорошего стрима. Спасибо огромное. Наркоз. Здравствуйте. Добрый вечер. Я узнал, кого ты озвучивал в Mobile Legends. Очень похож голос у героя Клинт. Могу ошибаться. Ну-ка, дайте-ка я загуглю. А это же можно как-то загуглить, да? Ну-ка. Блядь, а как это загуглить? Озвучка Mobile Legends. Клинт. Ну-ка. Я просто, да, я озвучивал, но я хз. Кого? Чего? Вообще? Так. Клинт. А ну-ка. А, это просто перевод, что ли? Серьезно? Привет, привет. Ну, надо, короче, мне посмотреть, на самом деле. Надо посмотреть, возможно, я, возможно, кого-то другого я там озвучивал. Как говорится, поживем, как говорится, поживем, как тебе нейросетка на Фантом Либерти твоего голоса слышал, когда суды на нейросеть? Слушайте. Слушайте, ну, на самом деле, пока что качество очень сомнительное, потому что нейросеть как бы берет просто голос как основу. Понятно, что это мой голос. Забавно, когда люди про адепты нейросети, которые мне заходили и пытались доказать, что это не твой голос, это уже не твой голос. Я говорю, а если, типа, короче, дойти до исходника, то исходник чей? И когда люди понимали, что исходник это все-таки мой голос, то они понимали, что что-то они, короче, перепутали. Вот. И, соответственно, я бы не сказал, что нейросеть выдает хороший результат с моим голосом. Не знаю, зачем по-прежнему люди пытаются. Вот ребятки, которые делают озвучку живую на Фантом Либерти, вот им я желаю удачи. То есть, как бы, тут я могу сказать, что я тем более с ними общался. Ребята очень такие идейные, инициативные, что очень важно. Приветик, приветик. Здорово, Егор. Здорово, коль не шутишь. Сегодня делали перевязку и меняли дренаж. Без обезбола, ощущение непередаваемое. Оу. Звучит максимально несексуально. И да, я надеюсь все-таки, что... Боли нет. Как в этом, помните, в Роке, в четвертой части, по-моему, да. Как с Иваном Драгой, когда все это происходило. Боли нет. То же самое. А будет пасхалка тогда в озвучке? Было бы прикольно. Пасхалка в виде меня? Кого вы хотите, чтобы я там озвучил? Если только какого-нибудь ебнутого копа. И то, вы представляете, что со мной будет, если об этом узнают? Об этом узнают. Все-таки я в этом плане не совсем доверяю конфиденциальности. Егор, привет, а где ты берешь такую атмосферную музыку для стримов? Слушайте, невероятно, я вам открою секрет. В Ютубе просто вбиваете музыку из Ведьмака третьего, все, профит. Просто, вот, вот, ни хера даже не надо делать. Три-четыре слова в Бете, в Ютубе, и вот вам музыка для стрима. Здорово, играли вместе на Сансетте, ты на Йору был, а потом ко мне на стрим зашел. Привет, привет. Да, наверное, когда-то, что-то когда-то было. Я просто... Ну... Столько всего происходит, поэтому я не всегда запоминаю все, извините. Что пью? Я пью самую лютую гадость, и вам я ее пить не советую, но, сука, она такая вкусная. Это напиток дьявола. Она настолько вкусная, что настолько вредная. Это вот черничный Редбул. А, это моя слабость. Здорово, Мишень. Сегодня Валорант или Киберпанк? Слушайте, на самом деле... Не знаю. Пока посмотрим просто... Просто с вами поболтаем немножко. Хоакин Феникс сегодня показывает личика? Да, да. Ну, я тащусь от него, как от актера, и я считаю, что это самый гениальный сейчас артист, вот, из его возраста и возрастной категории, вот, из ныне живущих. Энергетики это зло, пойду заварю кофе. Вот, тоже правильно. Энергетики это зло, и я, соответственно, вам это не рекомендую. Первая часть Пуха лютый трэш, но голос Егора просто спасал этот фильм. Слушайте, мне очень обидно, вот, честное слово. Скорее всего, как вы знаете, ну, если вы не знаете, я вам обязательно расскажу. Выходит вторая часть фильма «Винни-Пух. Кровь и мед». Это был лютый трэш, короче, где Винни-Пух стал маньяком и все такое, я это осуждаю, бедный Винни-Пух. Вот, и в первой части «Винни-Пух. Кровь и мед» я озвучивал Кристофера Робина. Ну, вот так вышло, главного героя. Егор, добрый вечер. Видел новый трейлер Дэкпл 3, что скажешь? И нет ли желания сделать озвучку? Спасибо огромное, Захар, за донат. Видел трейлер, меня он скорее не очень порадовал, чем порадовал. Вот, хотя я все отсылки понял, все такое, вот, но могли бы уже Росомаху заявить. По поводу озвучки не надо, это наша больная тема. Скажу только вот одно, то есть, как бы, вот как было. Голос, официальный голос Хью Джекмана был у нашей студии на эксклюзиве уже, то есть, как бы, мы с ним еще давно-давно договаривались, что он запишет эту роль для нас эксклюзивно, вот. Но при этом, ну, потом, вдруг, перекупили. Это единственное, что я могу... О, привет, 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 рейдеры. Привет, привет, ребята. Спасибо за рейд. Ну, я на самом деле сейчас пока не собираюсь вот прям сходу сразу играть в Валорант, поэтому я, я даже не знаю. Не, гипотетически, вы все равно можете, кто-то можете остаться, послушать вообще мои душные рассказы про озвучку и все такое. Вот. Но, но при этом... Огромное спасибо за рейд. Пью за вас черничный редбул. Ну, и, как говорил Юру, режу измерения и отправляюсь, короче, к вам, чтобы сказать вам спасибо. Мамочки, я просто готова всю жизнь тебя слушать. Ну, ладно, ну, это уже, ну, не перебарщивайте. Тяжело было Юру озвучивать, понравилась работа или нет? Вот. Слушайте, на самом деле Юру было озвучивать тяжело только с одной стороны. Чтобы в его пафос и высокомерие добавить харизму. Чтобы просто персонаж не отталкивал тем, что он ЧСВшный, да? Постоянно, когда там убиваешь кого-то, он говорит иногда, позорище. То есть, все-таки, чтобы в этом еще была харизма. Харизма такого одинокого рейнджера. Вот. Это, мне кажется, самое сложное было в озвучке Юру. А в целом роль далась мне очень легко, потому что я высокомерное чмо. Вот. Поэтому такие дела. Ваш любимый проект в плане озвучки? Слушайте, ну, наверное, все-таки я бы назвал Киберпанк. Вот. И, как ни странно, я бы назвал, ну, отдельно, естественно, рыбкой из Арифуреты. Это самая, я считаю, гениальная работа. Вот. Как думаешь, какого агента ты бы мог еще озвучить в Валоранте? Ну, слушайте, я как-то очень много рассказывал. Значит, интересный факт, что если бы я не озвучил Юру, ну, допустим, я бы с легкостью мог озвучить Чембера. Потому что вот эти вот его все. Бонжур, Юру. Хм, какую бы мне выбрать пушку? Подарочек. У него, на самом деле, манера очень для меня тоже свойственная. В этом можно было бы поиграться и тоже с этим вот голосочком немножко поиграться. И было бы, может быть, даже интересно. Вот. Это если бы я не озвучивал Юру. А так я не скажу, что кто-то из других агентов подходит. Очень лицо знакомое, как будто я видел вас на видео в какой-то команде по озвучке аниме. Ну, наверное, потому что 4 года я озвучивал в студийной банде аниме очень много. Поэтому, может быть, вот там вы меня и видели. Рождество на двоих, оно отдельно существует. То есть я вот этот проект, я его даже не вношу в какой-то любимый список. Оно просто отдельным пантеоном стоит и все. Ничего не душно и, наоборот, интересно и познавательно слушать ваше пояснение за озвучку. Но, но ладно. Да не, на самом деле, сейчас стримы у стаканью. Сейчас они будут более частые, более долгие, что важно, и более драйвовые, само собой. Вот. А самая любимая срежиссированная работа? О, вот это интересный вопрос. Самая любимая срежиссированная работа? Наверное, я бы сказал, фильм «Флэш», как ни странно. Просто потому, что вот благодаря работе с Валерием Александровичем Кухарешиным, которого я записывал в Питере за голос Майкла Китона за «Бэтмена», и Денис Яковлев, который официальный голос «Флэша» из киновселенной DC. Боже мой, какой восторг был записывать этих артистов. Это, ой, это невероятно. А вот, если говорить касательно Валерия Александровича Кухарешина, то это вообще, это был интересный квест. Рассказываю. Валерий Кухарешин — это официальный голос, например, Уильяма Дефо из трилогии «Человек-паук» с Эмма Рэйми, то есть с Тоби Магуайром. Вот. Также он много где озвучивал Майкла Китона и так далее и тому подобное. И у него речь, она очень театральная, очень витиеватая. И вот был интересный, скажем, режиссерский контрапункт, а точнее хорошая режиссерская задача, чтобы найти в нем голос Бэтмена, такого уставшего уже Майкла Китона. Не просто театральная красивая речь, а именно вот уставший такой волк. И вот это было интересной задачей, и могу сказать, что мы с этим справились. Это однозначно. За сколько споешь? За две минуты. Да не, на самом деле не знаю. Вот, Егор, ты когда рассказываешь про озвучки, у меня ощущение, будто я на лекции у шикарного профессора. О май! На самом деле, приходите ко мне на отдельные лекции. Прям интересно и не душно совершенно круто слушать, а такого рода, когда не знаешь изнанки этой работы. Ну, наверное, я ничего не могу сказать. Ай, хорошо. Как вам Хогвартс Легаси? Слушайте, меня игра задушила. Я понимаю, что игра жестко играет, игра играет, да простит меня Николай Васильевич Гоголь за тавтологию, но жесткая просто ностальгия. То есть, ностальгия, которая уже была нарисована. Музыка, которая была уже написана, опять же таки. И вот, то есть, они говорили о какой-то своей истории, а на самом деле все кайфовали просто от того, что они знали, куда они придут. Вот, в этом я вижу кое-какую двоякий момент, поэтому я не могу сказать, что игра меня как-то сильно впечатлила. Плюс главный герой Хогвартс Легаси, это просто пустышка. Ну, вот по факту. Выучил, блядь, Аваду Кедавру, ходишь налево-направо всех. Авада Кедавра, Авада Кедавра, Авада Кедавра нахуй. И никто вообще, всем похуй. То есть, как бы, ходит просто, ну, Волан-де-Морт бы позавидовал. И ничего, все нормально. Ну, как бы, вот эти моменты меня очень сильно, как бы, напрягали в игре. Привет, я здесь голенький. Ой, то есть, новенький. Подарите сапочку. Приветствую. Это очень прикольно. Я надеюсь, у меня вам понравится. И все такое. Привет, Егор, кто из официальных голосов Валоранта играет Валорант? Ну, начнем с меня. Потом голос Феникса играет Валорант, насколько я знаю. И голос Гека сейчас пробует и даже пару-тройку каток сыграл. Но пока я вам не скажу его ник. Просто потому что. Может, сапочку в виде бана выдать? Вот, Колопанда, кстати, может сапочку в виде бана выдать. Классная. На отдельных лекциях надо работать хорошо ртом? Слушайте. Ну, на самом деле, если говорить об отдельных лекциях, то гипотетически, да, я буду заставлять вас работать ртом. Просто потому что... Ну, вы же об этом захотите спросить. Очень двояко звучит. Я все понимаю. Но поэтому я не открываю курсы о речи и озвучке. У тебя есть мерч по Валоранту? Ээээ... Нет. Нет. Вроде как... Че-то как будто бы разработчики что-то где-то когда-то присылали. То ли на студию, то ли еще куда-то. Но при этом это куда-то делось. Так что я хз. А может... А может, мне просто это кажется. Я хер его знает. Егор, пойдемте в Роблокс для полного драйва. Я не хожу туда, где меня могут расстроить. Я даже не знал просто, что вам еще сказать. Поэтому я просто не хочу в Роблокс. Зато есть крутой инвентарь. Вот, кстати, да. На самом деле, если говорить про мерч по Валоранту, как минимум у меня есть скины, на которые я не тратил деньги. Клево. То есть можно считать, что это мерч по Валоранту. О, Викаев на рандомичек залетел. Добро пожаловать в Найт-Сити. У нас тут такой уголок Найт-Сити под музыку из Ведьмака Третьего. Сидим на чиле на расслабоне. И что-то обсуждаем. А, простите, а как вы меня... Что значит... Спасибо огромное, что вы подписались. Ну, а что значит на рандомичек залетел? Я просто не смыслил в этих ваших новых словах. Хелл Кро, здорово, дорогой, здорово. А что-то я на твои стримы давно не попадал. Надо будет как-то заглянуть. Добрый вечер, Егор. Привет, Лана. Настроение прекрасное. Я стримлю, как говорится, для вас. А что может быть лучше стрима для вас? Только миллион баксов. Но при этом, конечно же, вы бесценны. Не следил за уведомлениями, значит? Нет, человек вообще только подписался. Поэтому мне интересно, как на рандомичек залетел. Кстати, как дела в театре? В театре дела хорошо. Скоро играем в спектакли. В конце февраля у меня несколько спектаклей подряд. Поэтому, как говорится, даже многие, многие уже из моих каких-то, ну, грубо говоря, поклонников уже приходили ко мне на спектакли. Вот. И это замечательно. Как вам кабриолет 911 Turbo? Слушайте, очень прикольная тачка. На самом деле, очень стилизованная. Но, как бы, я не могу сказать, что я буду на ней кататься на постоянке. Вот. Вот это реально рандомич тогда. Рекомендации канал подсказали, получается. А, ну, видите, может быть, да, действительно рекомендации. Я иногда, сам того не ведая, попадаю в рекомендации. Что ты сегодня озвучивал? А я не могу сказать, что я сегодня озвучивал. Я иначе попаду на бабки. Гулял на джаст-чатинге, тыкал случайные трансляции. А тут ты. Мой почет и уважение за озвучку Вики, киберпанк, любимая топ-игра. Блин, вот видите, как прикольно человек гулял под джаст-чатингу и, короче, на меня наткнулся. С учетом того, что у меня такой ноунейм-канал небольшой. Огромное спасибо, я рад, что вам понравилось. Стараюсь для вас, как говорится. Всем добрый вечер. В целом, так же случайно зашел, увидел в рекомендованных, хотя давно тебя знаю. Странно, что не был подписан. Сейчас сижу... Презю... Что? А, презентацию... Извините, пожалуйста. К фотоконкурсу чисто на фоне истории послушать кайф. Спасибо огромное, спасибо. Я надеюсь... Я вас не задушу слишком сильно. Всем привет. Вот бы общую катку с Егором, Александром и Максимом и видео с розыгрышем в Валоранте записать. Но, на самом деле, ну такое в планах. Вот честно. Чат, такое в планах. Просто будем думать, как это грамотно сделать и как это все скомпоновать. Вот. А как тебе шортсы пересылают в ЛС? Да, да, общаемся. Кстати, чат, я... Ну, ладно уж, извините, поскольку мой стрим, имею право сам себя пиарить. Подождите, пожалуйста. У меня вообще... Я выложил сегодня шортс, а у него всего сколько? 80 просмотров! Нихуя себе! Я вообще... Вот это я понимаю. Вот это я... ПОПУЛЯРИТИ! Чат, вот зацените шортс. Обязательно это самое. Если вам понравится... Привет, привет, спасибо за рейд. Слушайте, сегодня день рейдов какой-то. Это уже, получается, третий рейд, да? Вот. А я выложил шортс, можете поржать с меня и посмотреть, насколько я тупой в Валоранте. Уже все пролайкано. Огромное спасибо. Но! Учтите, я делаю так. Лайкайте, пожалуйста, только если вам понравилось. Вот. Здравствуйте, сегодня будет ваш великолепный Валорант. Почему ваш? Наш! Как бы он наш общий, получается. И текстик моего любимого цвета в шортсах. Вот. Видите, как очень важно. Здравствуйте всем. Егор, скажите, пожалуйста, что-то интересное сейчас озвучиваете или тишина кругом. Слушайте, вот, да, как бы я кое-что интересное озвучиваю, но пока я не могу вам сказать, просто потому что... Ну, просто потому что... Вы сами понимаете, почему. Вот. Хочу подписаться, ошибку выдает. Получается, короче... Не знаю даже, что получается. О, боже мой, напиток богов. Новые войслайны для валика? Слушайте, они так или иначе будут, просто... Вот, как бы... Да. Вот. Но это не важно. Забудьте то, что я сейчас сказал. Это не имело никакого значения. Что пью? Я пью черничный Red Bull. Это настолько охуенно, что настолько же не полезно. Поэтому я вам всем это делать не советую. Как дела по открытию новой студии? Слушайте, дела шикарно. Студия откроется вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Прям вот-вот. Как говорится, ждем. Приветствую, желаю хорошего стрима. Такой вопрос. Дэдпул 3 будете озвучивать? Нет. Флэрофильмс Дэдпул 3 озвучивать не будет, потому что мы не видим в этом смысла. Хотя мы даже обсуждали альтернативу, но как бы у нас был договор давно. Ну, как договор? На словах я думал, что мужской договор – это договор. Вот. Что у нас голос, официальный голос Росомахи эксклюзивно с нами, за большие деньги. Вот. Но потом, оказывается, когда наши коллеги и конкуренты выложили, что голос Росомахи будет у них, я позвонил ему. Вот. И он сказал, что да, его перекупили. Вот. Так что, поэтому мы не будем делать озвучку Дэдпул 3. Я надеюсь, у наших коллег все прекрасно получится, потому что, как говорится, будем пристально следить и будем надеяться, что все будет заебись. Скажи что-нибудь на йорском языке. Вот. Вы новичок в чате, поэтому ничего. Я просто как бы скажу про некие правила у себя на канале. Смотрите. Если вам интересно, мне не проблема сказать что-то голосом Йору. Вот. Но. Умейте к своей просьбе добавлять слово «пожалуйста». Иначе Йору найдет вас. То есть, ну, камон. Давайте просто, поскольку я отношусь к каждому из вас с огромным уважением, соответственно, и вы со мной будете общаться с уважением. Это очень важно. Иначе... Вот. Егор, а тебе в итоге статуэтку Фрейра никто не продал. Вчера смотрела запись стрима Братишкина, ты там обращался к зрителям. Слушайте, на самом деле, да. Чат, обращаюсь к вам. Ну, мало ли, ну, мало ли. У кого-то из вас... Сега, привет. У кого-то из вас... Если кто-то покупал себе коллекционную... Коллекционное издание God of War, Рагнарёк. Если кто-то из вас покупал, там в коллекционном издании есть маленькая-маленькая фигурка Фрейра, которого я озвучивал. Вот. Я очень хочу себе эту фигурку на память. Ну, просто, чтобы была. Просто, чтобы была. Вот. И если у кого есть, короче, напишите мне, и я у вас её куплю. Привет, голос Йоро. Привет, привет. Привет, а на какой ранг ты уже вышел? Помню, давно серебро или золото был. Слушайте, сейчас я на платине. Первый. Или, по-моему, я её вчера слил. Прекрасно. А может, кстати, и не слил. Надо будет посмотреть. Вот. Фрейра очень круто озвучил. Прям любовь. Жаль, помер. Да. Жаль, помер. Но, слушайте, на самом деле, мне очень понравилось, потому что Челик постоянно был на приколе. Просто постоянно. И было прикольно, как бы, это прожить. То есть, не сыграть какую-то, знаете, комедию. Комедию из комедии. А именно прожить вот такого персонажа. Спасибо, Хелл Кросс. Спасибо. Есть интерес как-нибудь поиграть в турнир по Балоранту в формате 2Х2? Интерес есть, но я не люблю унижения. Когда меня прям унижают. Я не очень это люблю. Вот. Но можем как-нибудь обсудить. Не проблема. Егор, за сколько в катке притворишься клоном? Да за пять секунд вообще. Я почти алмаза апнул позавчера. Впервые сейчас платина 2. Блин, ну, слушайте. Я вот, как я давно и говорил на своих стримах, как я и говорю, я не хочу себе алмаз, асцендант, иммортал, радиант и выше. Мне нравится платина 3. Вот максимум ранг, который я хочу, это платина 3. И все. Дальше мне не надо. Мне вот это вот дрочь, чтобы блять, нахуй. Эти звания, я всегда успокаиваю себя одним. Я для этой игры сделал достаточно, чтобы играть как лох. Тем более смотрите, когда я играю в Валорант, вы меня не из-за моих каких-то клатчей, а из-за того, например, как на меня люди реагируют или еще что-то такое. Скоро фигурка будет у вас. Твоя будущая жена мне задонатила. Спасибо огромное. Получается, моя будущая жена? Привет, братик, будешь озвучивать Дэдпул 3? Я вот буквально 5-7 минут назад ответил на этот вопрос, вот, но Стинта выиграл. Кстати, да, на самом деле я играл со Стинтом, один на один у него на стриме. Мы на асценте по меду ходили, а он на секундочку бывший иммортал, а сейчас алмаз какой-то. И я его выебал. Из-за того, что ты легенда? Оу май. Какой у вас любимый квест в Киберпанке, основной и побочный? Слушайте, основной... Блин, это сложный вопрос. Давайте начнем с побочного. Я бы назвал побочный квест... Это концерт группы Самурай, потом побочный квест... Вот такие топ-3. Побочный квест плавания с Джуди, потому что для меня это какая-то просто невероятная атмосфера получилась. Вот когда с Джуди вы плаваете, и когда она рассказывает какую-то свою историю детства. Блядь, это просто плюс вайб. Вот. Внезапно квест с распятием, я считаю, один из лучших, потому что это максимально экзистенциальный квест. Вот. А вот из основных, наверное, разговор... Ну, короче, квест, который ведет к разговору на могиле Джонни. Вот. Потому что для меня это очень важный момент был и очень важная отправная точка. Не игнорь, братан, передай привет. Кому, простите, я должен передать привет? И... Но вы хоть... Скажите, кому я должен передать привет? И скажите, пожалуйста... Скайрим или Сталкер? Блядь, этот вопрос нет! И Скайрим, и Сталкер. Вот однозначно. И Скайрим, и Сталкер. Я не могу разделить... Два этих божества. Привет, не знаешь, каст для Alan Wake 2 не подбирают еще? О, я, честно говоря, не очень шарю за это. Напишите в личку, может быть, Games Voice. Они поубивали друг друга, а после этого покончили с собой. Да, именно так. Да мне пожалуйся. А я, знаете, не очень люблю жаловаться. Поэтому, как бы... Так вышло, что жаловаться вам я не буду. Да, Вакин в Заре? Да. Ну, нет, скорее в Севе. Квест в Порт-Узбейстии по следам прошлого? Ну, да, да. Да все, иди в попу. Колопанда, человек сделал свой выбор. Или в попу. Ну, слушайте, это вы сами выбирайте, куда вам нравится. Ну, как бы... Человек сначала, как бы, написал... Сука, гениально! Не игнорь, братан, передай привет. Я говорю, кому передать привет и скажите, пожалуйста. Человек пишет, да мне пожалуйся. Я говорю, я не буду жаловаться. И человек потом пишет, да все, или в попу. Не осуждаю, конечно, но... Ну, каждый выбирает сам. Как говорится... Каждый дрочит, как он хочет. Продолжим. К другим новостям. Одного модератора хватает на стримы? Колопанда красава. Колопанда у меня лучший, на самом-то деле. Ну, и тем более, видите, у меня, как бы, онлайн не настолько высокий, чтобы иметь огромное количество модераторов. Один модератор у меня в армии. И у него скоро будет, как он три месяца уже отслужил, между прочим. Кстати. Я с ним на связи. Вот. И, может быть, даже когда-нибудь я доберусь до того, чтобы к нему приехать в армейку. Вот. Надеюсь, соберемся через годик, и у Егора онлайн будет 5К+. Ну, не. Слушайте, я даже как-то говорил. Мой вот... Ну, в моих глазах идеальный онлайн это человек 600-700-1000. Это чтобы просто... Как вы знаете, я стараюсь все-таки следить за чатом. И вы для меня важнее любой игры. Поэтому я стараюсь на все, как бы, отвечать. Вот. И... Сами понимаете. То есть я... Если будет онлайн выше тысячи, я уже просто не буду видеть чат. А это плохо. Все-таки у меня стримы построены на взаимодействии с чатом, прежде всего. Выбора нет только в попу. Ну, как бы, ладно. Колянчик, приветствую. Спасибо огромное, что вы на меня подписались. У нас тут весело. У нас тут очень уважительно. И лампово. Иногда душновато, но, извините, я такой, кстати, подписывайтесь на телегу, кто из новеньких. У нас там весело. А еще у вас будет возможность, ну... Ну-ка, ну мало ли для новеньких. Короче, когда у меня будет 10 тысяч приписчиков, а уже, на секундочку, осталось 800 всего. Вот. А 5 тысяч рандомному подписчику я подарю. Брат, бывает такое, что хочется завалить ебасос, потому что надоедает свой голос. А, это вы мне как бы предлагаете стрим так завершить, завуалированно, или что? 10 тысяч. Ну, может быть, и 10 тысяч. Но это вот... Как у меня будет все хорошо. Нет, с удовольствием. С удовольствием. Ну что? Но, главное, когда будет 10 тысяч приписчиков в телеге. Это очень важно. Егор, говорят, что в театральных вузах пары заканчиваются не раньше 22. Это правда так? У вас было так же? Смотрите. Если говорить об обучении в нормальном театральном институте, то рассказываю, что я учился 6 дней в неделю примерно с 9 утра до 11 вечера. Я просто, ну вот, блядь, я был в институте с 9 утра до 11 вечера 6 дней в неделю, а иногда и 7. Потому что, первое, у нас была практика в театре. То есть мы еще играли в театре помимо учебы. Плюс у нас был студенческий театр, потому что мы играли дипломные спектакли. Поскольку 4 мастера, 4 педагога по мастерству актера, соответственно, у каждого педагога был свой спектакль. Так вышло, что я, блядь, занят был во всех 4 спектаклях и во всех 4 без состава. Поэтому на 3-4 курсе я вообще забыл о слове «выходные, блядь». И я просто 7 дней в неделю с 9 утра до 11 вечера я находился в институте. Иногда я даже там жил. Я неделю пару раз проживал в институте. Всем добрый вечер и, конечно, хорошего настроения. Укус бабки. У вас очень прикольный ник. Приветствую вас. Хорошего вам вечера. У вас ламповая обстановка на стриме, а у Ислама звуки донатов веселые. Слушайте, у меня звуки донатов тоже скоро поменяются. Спасибо за твое творчество. Меньше, чем 3. Спасибо огромное за донат. А вам хорошего вечера. Егор, скажите, пожалуйста, а у вас с вашим наставником такие же теплые отношения, как у Алены из подкаста? Слушайте, ну, мы как бы все-таки больше коллеги. Да, это мой учитель. И, конечно, я в любой момент ему могу написать, позвонить и спросить совета. И Вселд Борисович, естественно, как мой учитель и работодатель, мне поможет. Вот. Но другое дело, что как бы я понимаю, что я не хочу человеку, знаете, специально надоедать, чтобы так специально стать другом. Вот. Я этого делать не хочу. Вот. У Алены с Вселд Борисовичем сложилось по-другому. То есть, как бы, у них просто возникла дружба. И это нормально. У меня с Вселдом Борисовичем больше рабочие отношения, больше мы коллеги. Но, тем не менее, мы при этом, при всем еще и учитель и ученик. Здравствуйте. Сегодня какая игра будет? Слушайте, на самом деле, я думаю, потому что пока что мы, по-моему, с вами прекрасно сидим, общаемся. Согласны? А Ислам часто стримит. У Егора второй день тусуюсь. Интересно, как Ислам стримит. Честно говоря, он просто сейчас немножко заболел, поэтому он сейчас не стримит. А так, на самом деле, он... это самое... того самое. Да-да-да. Голосование? Скоро. Скоро запустим голосование. Егор, можно попросить вас передать привет Елизавете Оськиной от голоса Йору и какую-нибудь фразочку Йору к месту. Фразочку к Йору... фразочку Йору к месту, это, мне кажется, больше будет звучать так. Лиза Оськина. Это Йору. Все у тебя будет хорошо. То есть, зачем какую-то фразу к месту, когда я могу просто голосом Йору сказать что-то хорошее? Это, мне кажется, наиболее правильно, нежели чем просто сказать, я не знаю, Лиза Оськина. Режу измерения. Ну, типа, камон. А вот все-таки, когда пожелание от голоса персонажа, это другое. Так. Кто такой Йору? Йору это персонаж из игры Валорант от Riot Games. Просто вот этого персонажа так вышло, что озвучивал я. Поэтому вот люди любят мое творчество. Ну, тут собрались не только любители моего творчества в виде Йору. На самом деле тут каждый меня узнал по-разному. Вот, между прочим, мой модер Колопанда, мы с ним как познакомились? Он зашел ко мне в чат на стрим, написал сообщение и сразу же после этого был забанен нахуй. Вот. А теперь он мой модер. Ну, вот так вышло. А как карантин сказался на учебе твоей? А я так вышло, что я я же дед. Я закончил до карантина. Я закончил институт в 2018 году. Может, для кого-то это будет ахуй, но тем не менее. Привет от Миши. Спасибо. Получается, привет, Миша. Егор, как считаешь, можно ли стать крутым актером озвучки без образования? Насколько я знаю, могу ошибаться, студийная банда проводила какие-то курсы по озвучке. Можно стать, но, смотрите, есть очень важный нюанс. Актеров озвучки без образования, кто стабильно и хорошо работает в индустрии, я знаю, по пальцам рук можно пересчитать. То есть, вы должны понимать, что ваши труды могут не увенчаться успехом. Они могут не увенчаться успехом даже с театральным образованием. Это все нужно понимать. А было ли такое во время или после работы над Кибером, что хотелось какой-то свой монолог личный от имени Вивмир игры добавить? Было такое, было, но, чат, если хотите, я могу вам включить. Этот монолог звучит в ролике Соника о DLC Фантом Либерти и вообще в целом у него был ролик вердикта о Киберпанке и он предложил поучаствовать в этом ролике записать как раз финальный монолог. Вот, давайте я, короче, сейчас его найду и вам дам послушать. Спасибо огромное за донат. Спасибо. Ча. Так, секунду. Ага. Как же у него этот ролик-то называется? Ща. Бла-бла-бла. Наверное, вот этот. Да. А, да, да, вот этот ролик. Так, чат, сейчас подождите, я все сделаю. Ща. Погодите, секунду. Микшер. Ща. Во. Вот, короче, ща, я себя поменьше сделаю. А хотя, какая разница? Ну, короче, финальный монолог, вот он звучит примерно вот таким образом. И надпись No Future, то есть будущего нет. Так вот, в Phantom Liberty есть та же самая надпись, но слово нет зачеркнуто, потому что будущего у Киберпанка есть. Привет, Чумбы. Это Ви. Я тут сижу в баре по смерти за коктейлем Джонни Сильверхэнд после того, как три года чинил эту игру. Даже не игру, целый мир. И знаете, все это было не зря. В эту историю вложено много человеческих жизней и могу сказать, что оно того стоило. Тяжело говорить эти слова, но мне было важно, чтобы вы их услышали. И сейчас я бы хотел сказать для каждого из вас цитату моего друга. Деритесь до конца. Увидимся в Найт-Сити. Чат. Че скажете? Вот такие дела. Короче, вот так это и происходило. Это вот как раз спасибо огромное за донат. Вот такая интересная история, что вот финальный монолог прозвучал в ролике Соника. Вот так вот. Привет, привет. Это ты? В смысле? Привет, Чумба. Это Ви. Ну, блядь, кому я что говорю? Слушайте, даже если я включаю иногда свой голос и просто такой сижу, вот этим же голосом говорю, что-то, да, там типа деритесь до конца. И все такие, типа, а это ты? Нет, это не я. Егор, вы выглядите ебейше подтянуто. Качаетесь? Это вы нашли нюцы в телеграме, что ли, или че? А, кстати, да, между прочим, вы же забайтились фоткой нюцев. Ну, что я типа такой голый на стриме сижу, вас жду. Ви, это ты? Это я. Какое у вас любимое оружие в киберпанке? В Станислав Шишкин. Без него никуда и без секса с меридит. Естественно. Ну, я не просто качаюсь, я еще начал обратно ходить на бокс, так что мне скоро повыбивают нахуй обратно все зубы и я перестану озвучивать вообще. Я из ТГ, там реально нюцы, вот, видите, как интересно. Побольше работы вам. Огромное спасибо, а вам побольше счастья. Какой у вас любимый фильм Квентина Тарантино? Блин! 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 Сложный вопрос. Ну, Криминальное чтиво внезапно, ну, нет, не внезапно, ни хрена. Джанго и, наверное, от заката до рассвета. Шедевр! Так что все нормально. Будет какой-то ром-тур или стрим или видос, когда новая студия откроется? Да, конечно, конечно, мы это все снимем, все покажем, все расскажем. Было приятно вас и в Хорайзен встретить, роль хоть и мимолетная на фоне объема игры, конечно, но голос запоминается, надеюсь, отрасль в дальнейшем будет жить. Слушайте, ну, на самом деле, зато очень классная квестовая линия с моим персонажем. То есть, вот за что вот я хочу поиграть в Хорайзен Фобиден Вест, когда он выйдет на ПК, как раз, чтобы послушать, что получилось, и плюс там реально клевая история с моим персонажем связанная. Вот. Чат, привет, я просто забежать и выбежать. Огромное спасибо, что забежали. Смотрю тебя не так уж и долго, хорош так держать. Огромное спасибо. Я, благодаря вам, я становлюсь лучше. Бесславные ублюдки? Блять! Ну вот, бесславные ублюдки наравне тогда с Джанго поставлю. Вот, вот так вот сделаем. Криминальное чтиво, Джанго вместе с бесславными ублюдками и от заката до рассвета. А, блять, от заката... А, он же просто там снимался. Подождите, он же просто там снимался. Я туплю. Там же, ну, Джордж Клуни и Тарантино играет его брата. Да? По-моему, ведь да. А, ну тогда бесславные ублюдки. Привет, дед. Ну, здорово, внучок. Че расскажешь? Кстати, расскажу вам историю. Если кто-то из вас знает, мы выпустили в кинотеатрах полноценный дубляж на мультфильм «Побег из Курятника 2». Вот. Если кто-то смотрел этот дубляж, мы его выкладывали в группу «Флэрофильмс» нашу и так далее и тому подобное. Вот. И там есть роль старого петуха. Это птица, не баньте меня, пожалуйста. Вот. Которого зовут Фаулер. И вот так получилось, что мы записали артиста, но одну фразу у нас то ли переводчик ее не добавил. Короче, мы ее проебали благополучно. И так вышло, что артист, который записал эту роль, он уже уехал. И он не был доступен до записи в принципе. То есть, как бы даже, ну, не говорилось о том, что запись должна быть на диктофон. Жду звонка. Переспим. Ах, эти донаты. Они заставляют меня краснить. Ой, блядь, что у меня все пооткрывалось сразу. Что происходит? Так вот, я даже, вот после этого доната я даже забыл, что я хотел рассказать. А что я рассказывал про переспим? Да, да. Ладно, значит, это было неважно. Я одна дико боюсь пластилиновых мультиков, прям до ужаса боюсь, а посмотреть хочется ради озвучки. О, а, вот, пластилиновые мультики. Короче, дело в том, что вот этот артист был недоступен для записи, и так вышло, что одну фразу, слава богу, она состояла из двух слов, записал я. то есть как бы там раз-раз-раз-раз, в итоге фраза звучит так. Да ну! И дальше персон... И никто нахрен не понял. Потом мы с этим артистом встретились, Андрей Владимирович Гриневич, потрясающий артист, официальный голос Мэла Гибсона. Вот, я ему показал этот момент, и он такой, ни хера себе как похоже! Я говорю, смотря на великих. Так что, вот видите, как получилось у нас славно. Мисс Дженни, приветствую вас. Как дела? Как? Да, неплохо. Живы будем, не помрем, как писал Вампилов у себя в пьесе. А вы как? Так, кто же закрыл Гриневича? Ну вот, Гриневича вот в одной фразе закрыл я. Добрячкам в сторону вашего персонажа в Хоразин выбор сделать сложно. Может, я не всю ветку видел? Ну, а на самом деле это значит, вы сразу поговорили с этой, с женщиной. Я знаю, что если поговорить с моим персонажем, то как бы вы с ним отправляетесь по квестовой линии, там спасете ребенка и так далее и тому подобное. Короче, если интересно, переиграйте просто, чтобы посмотреть. Там есть прям надо куда-то бежать, что-то кого-то спасать и так далее и тому подобное. Я просто не помню, потому что я сам не особо это проходил. Завтра хочу начать Хоразин проходить, надеюсь, там твоего персонажа будет много. Короче, я знаю, что мой персонаж находится в палящем копье в Хоразин и зовут его Драко. И лучше, там, короче, если подойти сначала не к нему, а к женщине, по имени, по-моему, Регалла ее звали, вот, если подойти сначала к Драке, то откроется с ним квестовая линия, а если подойти к женщине, то откроется с ней и уже потом будет только финал с моим персонажем. Вот. Ну, ты вупсень. Сам ты вупсень. Я пупсень, между прочим. Это очень... Чат. Между прочим, я не вупсень, я пупсень. Ой, хорошо. Какой у вас любимый персонаж в Гарри Поттере? Ну, наверное, я бы сказал, что Северус это, блин, самый монументальный, самый сложный и самый драматический персонаж вообще всей этой саги. Дайте мотивацию. Вот, слушайте, я вчера хорошую мотивацию поймал на тренировку, и я вам ее передам. вот, я увидел момент из фильма Рокки, который я миллиард раз смотрел, и вот там Рокки останавливает тренировку и говорит завтра. И ему Аполлок Рид, актер, который недавно уже, к сожалению, умер, светлая ему память, он говорит, нет у тебя завтра! Нет у тебя завтра! Вот, и вы знаете, мне вчера на тренировке я, я, вот, честное слово, если бы не вот этот момент, я бы нахуй забил на тренировку, я бы не пошел на тренировку и на бокс. Я увидел этот момент, я такой, сука, нет у меня завтра, пойду и пошел. И заебись. Вот, после стольких лет всегда, always, вот это как, ну, это невероятная сцена, просто невероятная. А тем более, слушайте, вы-то многие посмотрели, ну, нет, многие из чата сейчас меня поймут. Мы ждали не фильмы, мы ждали выхода книг, блядь, чтобы узнать эту историю поскорее. Это очень многие из вас просто посмотрели, блядь, сразу, первый, вторую, третий, вот так вот, вплоть до седьмой, до конца, да? А мы ждали выход книг, алды, так скажем. Чат, ставьте плюсы, кто ждал именно выход книг Гарри Поттера, чтобы узнать, как закончится история. Посмотрим, сколько нас старых. «Безумный вопрос», «Безумный вопрос», «А если бы кто-то сделал фан-видео», коротенько, постановочная, с макапом, лицевой анимацией и тому подобное, сви, по киберпанку, ты принял участие в озвучке?» Слушайте, ну, почему бы и нет, если бы это было интересно и хорошо, и если бы мы хорошо договорились, то я только за, вот. Но, тем не менее, я помню, когда мы всей семьей приезжали в Ашан, и вот эти огромные сука-полки Гарри Поттера, которые сметали нахер эти книги, потому что, когда они только выходили, это просто невероятно было. А вы знали, что Алан не хотел играть Северса, потому что не хотел быть отрицательным персонажем, но его уговорил, а уговорил, потому что, да, да, это я знаю, это он единственный, кто знал, что произойдет до самого конца. Вот это очень прикольно, на самом деле. В телегушке есть четырехминутная запись с пытками Егора, когда имя Сильверхенд запутал язык. А, да, ну, это вот, как меня спрашивали, типа, что такое, когда уже, ну, идет выгорание не просто, знаете, актерское, что все, я ничего не могу, а когда уже, блядь, полный род дикции, когда ты не можешь выговорить, сука, ебаную фамилию Сильверхенд. Сильверхенд. Что сложного? Но, тем не менее, я пять минут один за одним я делал дубли, я не мог выговорить фразу «Я тебя помню». Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхенда. То есть, вот, короче, послушайте, вот, если открыть медиа в моем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на телегу салютной фамилией, вот, можно найти эту аудиозапись, да, и послушать. Это очень кринжово, но я это выложил. И также есть еще как раз аудиозапись про нейросеть. Только, тоже запись Киберпанка, это как раз было с записи Киберпанка, вот, и самое забавное, что я не мог сказать нейросеть. Почему-то мне хотелось сказать нейросеть, блядь. Вот, и как раз и эта аудиозапись называется нейросеть. Потому что там была какая-то реплика, типа «Чип уничтожает мою нейросеть, Ривер». Вот, а я почему-то всегда говорил «Чип уничтожает мою нейросеть, Ривер». И «А, блядь, почему оно так? И мы с этого люто ржали, и я не мог это нормально проговорить. Потому что Сильвер Асайфер, ну, понятно. Сегодня моя дочь очень попросила в детском мире куклу из серии Гарри Поттера, там целая стойка с книгами, куклами и Лего, горжусь ей». Вот, вот, видите, как здорово. Это очень важно, потому что все-таки, вот, иногда, знаете, приходит осознание, что, например, серия «Властелин колец», она уже больше была для нас. Она не для зумеров. То есть, я вот тут провел некий анализ, на самом деле, по ТГ-группам и так далее. Я не говорю по группам фанов «Властелин колец», в которых я во всех сижу. А я говорю именно просто, вот, где упоминается «Властелин колец», зумеры начинают писать, типа, «Как можно смотреть фильмы по четыре часа, нахуй это надо?» «Можно и нужно, сынок!» Вот, но уже никто из, скажем, новичков не выкупает особо, к сожалению. И полтора года всего, чтобы ты понимал. Но, вот, значит, правильно понимает, спасибо огромное, что вы на меня подписались, я даже не знаю, я, вы не обидитесь, если я назову ваш ник, на меня подписался говнокулек228. Спасибо огромное, что подписались. Вот. «Властелин колец» это эпичная история отваги и страха. Ну, как минимум. Вот, как вы знаете, будет же выходить аниме про «Рохирим». И мы это аниме однозначно будем пытаться сделать. Это просто, ну вот, мне надо! Мне надо это сделать! Свиденборга? А, да, тоже очень прикольно. В самом конце откаживается и повторяет реплику. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Я не очень понимаю. Ну, я почекаю сегодня на ютубчике. Мне, в принципе, любая фантастика нравится, но я вот на самом деле не любую фантастику хаваю. То есть, я могу сказать, что я не фанат прям космической какой-то фантастики. Я не огромный фанат «Звездных войн». Я фанат «Звездных войн» только потому, что там ссыка световые мечи. Я глор, как бы вы сказали. Не знаю, осуждаю, наверное, можно или нельзя произносить это слово. Неважно. Но я по большому счету глор. Нахуй я это произнес. Еще раз осуждаю. Вот. Но фантастика типа «Ведьмака», «Беовульфа» вот это моя тема. О, Гютара, привет. Здравствуйте. Видимо, знаете, когда мне говорят, что заходит новичок какой-то в чат и, видимо, сразу понимает, что я озвучивал Гютара, и поэтому человек сразу, видимо, надо «Ну, привет!» сразу, видимо, как-то по-другому здороваться, что ли. Это же фэнтези, Ну, фэнт, ну, блядь, не душите, я и так душный. Куда вы, куда еще больше-то душить? Для меня он навсегда Йору. Ну, видите, для кого-то я Йору, для кого-то я Егор Васильев, для кого-то Нанами, для кого-то Ви из Киберпанка, для кого-то Гютара, для кого-то Руи, для кого-то, в общем, и пожалуйста, и тому подобное. Новичок в чате, скажи что-то голосом Йору. Смотрите, поскольку вы новичок в чате, я вам рассказываю. У меня на канале действует такое правило. Мне несложно вам сказать фразу Йору, но единственное, поскольку я проявляю к вам невероятное уважение, я прошу уважения к себе. Употребляйте, пожалуйста, вот такое маленькое слово, вот, и все будет хорошо. Зачем они взяли Сейдж? Придется им умереть дважды, дураки. Вот вам и фразы Йору. Вот. Для кого-то дед петушок Да ну! Получается так. Для кого-то Аки. А я, вот знаете, на самом деле очень хотелось бы, чтобы впоследствии все-таки я для вас стал не голосом персонажа, да? А все же вот, вы же смотрите меня еще потому, что кому-то интересно какие-то мои душные истории слушать, вот. Поэтому хотелось бы, чтобы вы знали меня как Егора Васильева прежде всего. А уже потом, что я голос Ви, Йору, Гютара, Аки и так далее и тому подобное и так далее. И естественно просто Кен, просто друг любви взамен. Да. Я когда мне предложили и сказали слушай, а давай ты тоже попробуешь записать Кена, потому что мы искали альтернативу и искали голос Кена. И я такой вы что гоните что ли? Я попробовал и я такой нихуя себе получилось. И в итоге даже получилось спеть. Ой, хорошо. Скажи, пожалуйста, что-то голосом Егора Васильева, а вот так вышло, что голосом Егора Васильева я с вами и разговариваю. Это как помните, вчера очень забавно на стриме зашел челик и говорит ну все уже заебал, отключай Voice Changer. Главное во фразе употребляйте пожалуйста не ставить запятые в середине. Употребляйте пожалуйста. Но безалкогольные напитки. Просто исторически так сложилось, что впервые узнал о тебе из озвучки студийной банды. Ну видите как, на самом деле все равно тут очень много меня по-разному узнали. Кто-то меня узнал вообще благодаря просто стримам с Братишкиным. Кто-то меня вот недавно узнал благодаря тому, что я влетел на стрим к Стенту. Кто-то меня знает за озвучку игр, кто-то знает за озвучку аниме, кто-то знает за озвучку фильмов. Короче, но все это, все это, как знаете, Максим Горький писал классно в пьесе на дне «Человек в одном». Вот то же самое. Я узнал благодаря Кода. Вот видите, благодаря Нате Кода. После этого небольшой фанат озвучки в целом. Небольшой фанат, конечно, вашей озвучки. Да, но выдержитесь. Как вы относились к своему голосу в играх, в фильмах в первое время? Слушайте, в первое время это было очень тяжело слушать. Сначала ты слушаешь себя примерно так «О, вот я, я!» А это персонаж, который, знаете, проходит мимо и говорит, типа там «Вам направо!» То есть, да, по третьему ряду, короче, персонаж. Это вот мои первые работы. Озвучил, блядь, фразу где-то вот просто там, знаете, в гургуре, но фраза такая эпизодная. Даже не в лицо, просто она звучит на фоне. «О, это я, это я!» А потом уже ты приходишь, ты озвучил главную роль, и ты такой «Блядь…» «А, сука, это что, я, что ли?» «А…» «А, ну, норма…» «А, вот тут вот…» «А, пошло оно, все. Ухожу из профессии». Вот то есть, ну, примерно вот такие стадии проходит актер озвучки, но на самом деле свой голос, вот что я транслирую, что я вам советую вот прям максимально, ребята, свой голос нужно принять. Очень многие из вас отправляют голосовые сообщения друзьям, подругам, девушкам, парням, мамам, папам, ну и так далее. И очень многие из вас, я уверен, переслушивают голосовые сообщения. Вот. Вот примите свой голос, что он вот такой, вот какой он есть. И от принятия голоса уже можно начинать с ним работать. То есть, вы не сможете нормально, продуктивно работать над своим голосом, когда типа «Блядь, нет, я не буду с вами в целом говорить, потому что у меня голос говно». Эту стадию нужно пройти. просто чтобы банально пойти дальше. А ты творческий человек? Ну, слушайте, хочется думать, что да. На самом деле, вообще, вообще, это очень интересный вопрос. Знаете, вот, я читаю ваш вопрос, а ты творческий человек? Потом я взглядом, взгляд у меня падает на запыленный диплом о высшем образовании, в котором написано, что я актер театра и кино, и я задумываюсь, а творческий ли я человек? Хотелось бы думать, что да. Вот. Был вашим фанатом с момента озвучки Ви, потом пришел Валорант, и первым моим мейном был Йора, только из-за озвучки. Огромное спасибо. Есть предложение создать страницу с часто задаваемыми вопросами и ссылаться на нее, потому что много в чате одних и тех же вопросов. Знаете, на самом деле, я думал об этом, и, может быть, когда-то я ее и составлю, такую таблицу, но у меня не такой высокий онлайн, чтобы я не обломался на это ответить. То есть, согласны, у меня чат не летит, как у моего друга Вовы Братишкина, поэтому я прекрасно вижу, что вы пишете. И вы всегда в случае чего можете продублировать вопрос, и я его точно увижу. Вот. И если он интересный, я прочитаю и что-то расскажу. Короче, я... я ж не легенда. Вот. Ну, по крайней мере, не на Твиче. Да? Да? Минутка часа была. А какой был ваш первый масштабный проект? Ну, если говорить прям масштабный, масштабный, то, наверное, это Киберпанк потому, что до Киберпанка я озвучивал только одну игру. Это был Need for Speed Payback. Вот. А потом... Потом, если в фильмах... Около голос принимаем. А дальше? Сценическая речь? Если да, то есть ли смысл без преподавателя этим заниматься или идти на Авито? Искать ментора? На Авито я идти не советую, потому что, ну, как минимум, хорошо. Даже если вы пойдете на Авито искать преподавателя, то умейте пользоваться так называемым факт-чекингом. То есть, проверьте все-таки в интернетах, что человек из себя представляет в профессии. То есть, если, ну, как бы, человек же должен что-то уметь, чтобы вам что-то передать. Правильно? Вот. Собственно, заниматься сценической речью, конечно, можно. То есть, например, банально с пробкой из-под шампанского, как я уже и рассказывал, можно совершенно спокойно заниматься, но лучше бы узнать о правильной постановке языка. Очень важно, чат, например, я рассказываю вам истину. Во-первых, самая сильная мышца в организме это язык. О май. Поэтому актеры дубляжа и называются самым быстрым языком на Диком Западе. Вот. И при этом вот какая важная штука. Чтобы ваши буквы звучали правильно, чтобы там, например, С не свистело, чтобы Ж и Ш звучали твердо, очень важно, например, говорить твердо, чтобы это звучало все правильно, нужно изучать правильную постановку языка. Целуйтесь побольше! Короче, вот что я вам могу сказать. У-у-у, Вася, слушай, какую ты красивую цифру мне приносишь. рейдерам здорово, Вася, здорово, спасибо за рейд огромное. Дарова, 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 легенды, дарова, работяги. Плюс 250, бэбэ, лох. Да, да, я все понимаю прекрасно. Вот, вот, знаете, на самом деле, немножко подлизнул Вася, раз он мне, он меня зарейдил. Вася, слушай, а ты же помнишь, да, что я тебе рассказывал про эту статью? Что она у меня есть, скажем так, в личном деле. Ну, так вот, короче, немножко подлизну Вася. Когда мы отмечали Новый год, среди стримеров, Вася, это тоже один из тех людей, с которыми всегда можно было с кайфом накатить. Все что-то там многие сидели в телефонах, что-то залипали, что-то это самое. Вот, с кем можно было всегда накатить, это с Васей и со Стинтом. Но со Стинтом мы просто нахуячились и потом начали петь песни. Вот. А Вася-то неубиваемый. Это я лично убедился. Это вот, вот действительно. Со Стинтом недолго, но ну, вот так и было. Но мы близки к идеальному онлайну Егора. Ну нет, но слушайте, куда близки? Сейчас же основное-то количество отвалится, правильно? Многолетний опыт Василия? Ну, это да. Тут этот, как говорится, опыт надо наоборот не то, что не пропьешь, надо пропить этот опыт. Только так его как-то можно победить или еще что-то. Биткоин 50к. Господи, как бы я жил без этой информации. 50к получается. Игорь, когда продашь свой голос на биржу? Дело в том, что вам нужно обращаться к этим, ну, с этим вопросом к Игорю, потому что меня зовут Егор. Вот, и Игорь, наверное, может и продаст. А я не знаю. Егор, это что расскажешь по поводу озвучки DLC Atomic Heart. Ну, я как-то затрагивал эту тему, но, Вась, тебе интересна вся эта ситуация, да? Я могу, ну, как бы, тебе правда нужна, я могу рассказать, мне не проблема. На самом деле, вся вот эта ситуация, которая произошла в озвучке DLC Atomic Heart с Кристиной Шерман и Алиной Рин, она немножко высосана из пальца. Почему? Потому что все вопросы нужно задавать было не Алине и не Кристине, а Мантфиш. Это их мув. То есть, их мув поменять голос на Бренд Войс. О, Бренд Войс. Ебать, как я интересно попал. Я только хотел сказать Бренд Войс, ну, типа, что на известного стримера, и тут, как интересно, вы написали. Вот. Но дело вот в чем. То есть, я послушал озвучку Atomic Heart DLC, я тоже же озвучивал это DLC, и могу вам сказать, что очень странный мув. Разработчики сказали, что они поменяли голос Катерины Блесны, потому что голос Блесны должен звучать как в Лимбо. То есть, как-то не так. Как-то по-другому. мне такую задачу не давали. Я озвучивал начальника Нечаева и Блесны. И мой голос идет в диалог с Алиной. Сейчас смотрите, будет очень громко. Вот как этот звучит диалог, потому что мне не дали задачи, чтобы это звучало как в Лимбо. поэтому короче, мой персонаж вы сюда Блесна давай сюда скорее то есть вот это примерно вот так вот делается на что Блесна отвечает мне как в Лимбо. Вот и я так понимаю, что на самом-то деле этот мув называется «Мы сменили голос» на просто популярного стримера. Это не проблема Алины, сразу говорю, потому что есть очень важный момент. У данной игры отсутствует понятие режиссер дубляжа в целом. Интонации подает для озвучки нарративный директор, ну или кто-то еще. Рассказываю, интонацию подавать нельзя. Если даже ты подаешь интонацию, то об этом нужно кое-что знать с точки зрения профессии. Вот я расскажу вам, какая должна быть связка, чтобы получилось правильно. То есть должен сидеть режиссер дубляжа, который занимается тем, как актер должен сыграть роль и прожить, и должен сидеть рядом нарративный директор, который должен рассказывать, что происходит в сцене и как выглядит эта сцена. И только вот поэтому получится хорошая работа. Я слышал другие работы Алины, они были намного увереннее, чем это. Так что тут все-таки нужно оставаться профессионалом. Мы с Алиной знакомы, я ни в коем случае не хейчу, но работа посредственная. Но это не ее вина. Вот самое забавное. То есть это не вина Алины. Это все вопросы исключительно к Мантфишу. Исключительно. Вась, я не знаю, ушел ты или не ушел, но вот. Ну, короче, в общем, я рассказал, как вижу эту ситуацию, потому что все-таки DLC Атомик Харт я тоже озвучивал. Вот. Поэтому я ни в коем случае никого не обижаю. Волну хейта, которая создалась, я максимально, блядь, осуждаю. Вот, сука, долбоебы, которые пришли и к Кристине, и к Алине, чтобы разводить какой-то лютый хейт в две стороны, вы долбоебы. Ребята, все-таки нужно быть, ну, во-первых, более спокойными и уважительными, это раз. Да, и пусть люди сами разбираются. Вы можете это как-то прокомментировать, но чтобы идти специально к кому-то, чтобы ему что-то плохое сказать, это фу, это мерзко. Егор, скажите, пожалуйста, кто озвучил Ривера в Киберпанке? Владимир Полениц его озвучивал. Короче, надо было весь хейт к тебе приводить, понял? Я не очень понимаю эту вашу шутку в данном случае и эту вашу иронию, но я говорю о том, что все-таки как бы там вопросы все нужно отправлять только к одним людям. Остальные в данном случае ни Кристина, ни Алина тут не виноваты. Калине я считаю ног, но не прям хотела высказать мнение, ног двум вообще не надо, она все записала. Но там очень, да, очень сложная ситуация, поэтому, честно говоря, пусть они сами разбираются, я вот тут, смотрите, я, если говорить, скажем, на чьей я стороне, ну, если бы приходилось, да, как-то конкретизировать, то я, естественно, с позиции Кристины я больше согласен, вот, потому что я знаю об этом чуть больше, чем вы. Ну, как чуть больше, намного больше, вот, поэтому я на стороне Кристины, естественно, но, блядь, хейтить, это ужасно, это вот прям ужасно, он имел ввиду, чтобы всех хейтеров отшил ото всех, но, скорее, знаете, смотрите, если, плюс конфликт, цифры скинули быстро сюда, я все, выезжаю, слушайте, я, у меня, конечно, бывало такое и не раз, да, не вижу смысла в хейте, как по мне, хейтеры, это люди из кучи комплексов, пытаются самоутвердиться за счет унижения других, во многом это правда, я понимаю, что люди преследуют какую-то благую цель, иногда хейт оправдан, иногда, то есть, например, смотрите, когда Женя, мой хороший приятель, Женя Бэткомедиан, выпустил обзор на фильм непосредственно Каха, или как он там назывался, да, и когда люди просто ебнулись, как интернет разорвало от негодования, и вот это был заслуженный хейт, то есть, я могу сказать, да, я, конечно, не летел к ним в каналы, писать, что там, блядь, я вас ненавижу, и так далее, и тому подобное, но мы, когда общались, вот, я сказал, что, Женя, я согласен с каждым твоим словом, то есть, мы переписывались, вот, именно я помню, насчет конкретно этого фильма, насчет конкретно этого обзора, и могу сказать, что, что, Баженов красава, вот тут Баженов абсолютно все правильно сделал, вот такие дела как-то, чат, Эх, вот бы люди озвучивающие, разрабатывающие игру, разбирались в лоре, хотя бы маломальски, тогда все было бы чики-пуки в плане эмоций, поставного китэ точка дэну ахиты, это пиздец, объясняю, смотрите, вот, тут как раз и пошли по пути наименьшего сопротивления, люди, которые знают, как бы, для чего они создали этот сюжет, и для чего они создали, так скажем, это окружение, они решили, что они в целом и помогут это правильно записать, но нет, вот, я вам приведу идеальный пример, как должна проходить озвучка, тем более русской игры, когда мы озвучивали игру, от I Speak Lodge, которая называется Помни, у этой игры был режиссер дубляжа, несравненная Евелина Сергеевна Новикова, и на записи этой игры присутствовал один из разработчиков, а именно нарративный директор, который как раз объяснял лор, почему так написаны реплики, и что происходит в сцене, а режиссер уже это доносил, своими словами, вот так вот до актера, то есть и актер слышал, естественно, нарративного директора, и создавалась квинтэссенция творчества, вот так должно это выглядеть, если вы хотите хорошую озвучку. Егор, понятно, что не нам судить, но как лично мне кажется, думает, что их игру полюбили за мемы, и контакты с медиа, что определенно лишь часть... Слушайте, это был медиаход, давайте, да, давайте откровенно признаем, это был исключительно медиаход, то есть вот в данном случае должно звучать не так, это... Это не так. Короче, без режиссера и фильм не снимешь. Но, опять же таки, это все немаловажный фактор. Поймите правильно, даже когда создается дубляж, режиссер все-таки... То есть, понятно, заказчики утверждают голоса, но режиссер подбирает ансамбль голосов, чтобы голоса между собой не пересекались, чтобы не были похожи друг на друга. Это очень важные нюансы, в которых нужно понимать именно с точки зрения профессии, а не с точки зрения нарратива, с точки зрения, там, я не знаю, создания сценария и сюжета. Сценаристы — вещь отдельная. Режиссер и режиссер-постановщик — это отдельная ипостась. И ее не нужно миксовать при озвучке. А будешь работать с РХС? Да нет, зачем? Я работаю с Флэру Фильмс, я основной режиссер дубляжа, Флэру Фильмс. И мы выпустили уже 12 фильмов в кино, поэтому как бы зачем? Кстати, к слову, мы, я надеюсь, но, скорее всего, мы сделаем уже полноценный дубляж фильма «Дом у дороги», где в главных ролях Джейк Джилленхолл и Конор МакГрегор, сделаем полноценный дубляж и выпустим в кино. Вот. Так вот, бесит, что ради хайпа и делают, не думают о качестве. Ну, слушайте, как бы думают в целом, но просто не совсем правильно думают. Вот я могу вот точно сказать. То есть не мне, понятное дело, говорить этим ребятам и что-то советовать, там они сами принимают решения, все прекрасно, но я волен высказать свое мнение. И мое мнение в этом плане, оно как бы не изменится. Будем ждать ваш дубляж? Да! Питер Гриффин «Дом у дороги» наконец-то экранизация! Наконец-то! Нет, на самом деле, я считаю, что мы подобрали во многом для меня, вот лично, как для режиссера, я всецело подобрал идеальный голос для Конора Макгрегора. Это голос, ну, вы знаете его только, наверное, по озвучке Лиги Легенд и Киберпанка, потому что больше ничего он не озвучивал. Вот. И он очень много снимается, и если кто-то из вас, например, смотрел «Мастера Маргарита», который вот сейчас идет в кино, то он один из главных действующих персонажей в этом фильме. Вот. Так что я сделаю ставку, чтобы... Вот сейчас, смотрите, будет максимально тупая фраза, но... Я хочу, чтобы этот дубляж звучал недубляжно. Вот, короче, как-то так. Жаль, в пухе не будет тебя. Ну, слушайте, актера Кристофера Робина поменяли, там вообще какой-то прям молоденький-молоденький актер теперь играет. Ну, я просто на него голосом, ну, никак не подойду. Я того-то предыдущего актера Кристофера Робина очень сильно завышал, когда озвучивал. Я его что-то там вот как-то... Ослик! А вот это там, вот это... Я его как-то вот на совсем на таком легких верхах озвучивал. Есть ли какой-нибудь проект, в котором ты бы участвовал без оплаты чисто на энтузиазме? О, слушайте, ну, наверное, если бы делали хорошие ребята с хорошей командой озвучку Бэтмен Аркхем, с удовольствием бы поучаствовал бесплатно. Бесплатно! Или, если бы была официальная озвучка российская от Сталкер 2, именно официальная. Я говорю сейчас об официальной. Когда я писал GSC до всех событий, я им писал, и я им говорил, что я, ребят, настолько фанат и любитель Сталкера, что я готов поучаствовать бесплатно. Ну, был послан, ну, как бы, ну, ладно. Ну, бывает. Как выбрать один дублеж из множества? Не все подряд же смотреть несколько раз. Я понимаю, о чем вы говорите, но тут в данном случае, наверное, если есть у дубляжей какие-то фрагменты, например... А, да, минуточку, минуточку. Очень важный звонок. Очень важный. Алло. Да, я на стриме. Чего? Какую? Так у меня ВК есть. Ну, нет, там посмотри. Нет, нет, это не Пестров. Да ланте. А че с Мотей-то случится? Конечно, он живой. Я надеюсь, у него все хорошо, все замечательно. Че-то мы, кстати, Вася давно вот так не собирались. Давай как-нибудь скооперируемся. Можно с Мотей связаться и договоримся. Мотя че? Хуякает тряс в ДС? Да вот сегодня к нему собирался, но пока не пишет. А, ты прям сегодня к нему собирался. Оу май. Егор, а ты хотел бы быть просто актером или сразу думал о том, чтобы стать еще и актером дубляжа? Слушайте, на самом деле я о дубляже думал очень давно еще, вот как я вам рассказывал, то есть я еще в детстве, да, там, когда смотрел Карлосона, сидел за ним, повторял, что лучшее в мире приведение с Мотером. И все вот эти «Оу, брат, это жулики». И вот как-то мне всегда было это интересно, всегда как-то, ну, и какой-то другой интересный голос сделать, вот, но все-таки, все-таки мне кажется, ну, моя основная задача, и я к этому больше стремлюсь, стать актером. Ну, да, номинально по бумаге я актер, я им стал, вот, но для меня это намного большее слово, вот, поэтому я еще играю в театре. Вот в этом году выйдет сериал, в котором я снимался, сейчас я еще в один пробуюсь, ну, короче, ребят, жизнь идет, я стараюсь. Егор, привет, я подумываю сделать некоммерческий видеоролик с нейроозвучкой, никакой порнухи или скама, просто вдохновляющий мотивационный видеоролик. У вас у актеров дубляжа, есть ли контакты, кому можно было бы обратиться по поводу голоса и заплатить денежку за использование голоса? Думал, слушайте, мне кажется, вам надо как-то добыть контакты Дениса Беспалова и с ним как-то это обсуждать. То есть, я не знаю, напишите это предложение в группу Русский дубляж ВКонтакте в личные сообщения, там все-таки сидит в администрации человек, который знает всех актеров лично, вот, и как-то с ним поговорите об этом. Есть у нас примеры актеров дубляжа, которые хотели стать просто актерами. Слушай, ну, на самом деле, Вась, нету профессии актер дубляжа. Нету ее, блядь, не существует. Никто тебе не выдаст диплом какого-то учреждения, где написано актер дубляжа. Только курсы. Есть профессия одна, актер театра и кино. И, собственно, вот это, как бы, профессия у меня в дипломе и написана. Вот. Курсы, это курсы. И, в основном, почти все курсы, это полная хуйня. Ребят, вот, тем более, зная, какие педагоги на озвучке, точнее, не так, какие педагоги преподают озвучку на многих курсах озвучки, как бы это странно не звучало, курсы хуйня, ребята. Так что, если вы хотите все-таки к нам приобщаться, либо, ну, нет, я не то, что вас прям отговариваю, есть курсы, но их мало, чтобы прям было хорошо, чтобы вас действительно чему-то научили. Это очень важно понимать. И, если, например, кто-то из вас, ну, мало ли, вдруг идет в какую-то школу по озвучке, иногда не поленитесь написать мне вот здесь в чате спросить про эту школу. Привет, Егор. Приветствую. А чему учили на курсах в банде? Я, честно говоря, не знаю, чему учили на курсах в банде, потому что я не учил на курсах в банде. Я как-то просто там озвучивал, и все. РХС и Александр Гаврилин проводят в школу озвучки. Ну, Сашу Гаврилина я неплохо знаю, вот, я с ним хочу поговорить, мне интересно просто из чего состоит его курс, и как это будет распространяться и выглядеть. То есть, как бы, с Сашей я поговорю, и если действительно вот я вот для себя решу, что я со всей ответственностью могу это вам посоветовать, я с удовольствием посоветую. Вот. Насчет курсов озвучки РХС ничего не знаю, не знаю, кто там преподает, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Что думаешь про школу на Шаболовке? А что там за школа на Шаболовке? Вы называете мне имена педагогов, кто там преподает? Я тогда могу сказать хотя бы, ну, ну, как бы, кто эти люди? Потому что, смотрите, я, опять же, не буду говорить про кого, вот, мне писали по поводу одной школы, да, и человек пишет, что, блядь, что-то меня где-то наебывают. Вот меня учит озвучки вот такой челик. Челик официально, официально не озвучивал ничего. То есть, вот, как проверить, что я что-то озвучивал? Даже если не говорить об играх, если не говорить, что вбить мое имя в гугле, и вам все выдаст, что я и киберспортсмен, блядь, и футболист, и гений, миллиардер, и филантроп. Вот. Но тем не менее, если вбить Егор Васильев актер в гугле, вам много чего хорошего и плохого про меня выдаст. Я вбил имя и фамилию этого педагога по озвучке на кинопоиске. НОЛЬ ПРОЕКТОВ! НОЛЬ, БЛЯДЬ! Как? Как? Чему ты будешь учить? Я вот этого не могу понять. У меня, вот, если говорить только про кинопоиск, сколько у меня сейчас уже проектов? Подождите. Я даже забыл уже. Сколько там проектов? Только на кинопоиске у меня проектов, сейчас вам скажу. БЛЯДЬ! Что это такое вообще? Чё-то я не знаю, как это всё открывается. У меня чё-то непонятно, почему оно так открывается. А почему? Я не могу открыть свою собственную страницу на кинопоиске? Как это? 150! Короче, вот, 150 проектов у меня на кинопоиске. И я себе не могу позволить. Слушайте, мне очень много народу спрашивает, типа, когда я открою курсы по речи, курсы по озвучке и так далее. Я считаю, что, БЛЯДЬ! Я не достоин ещё, чтобы вот прийти к преподаванию. Потому что преподавание это самое ответственное, что, БЛЯДЬ! вообще может быть. И, ну, СК... КАМОН! Ребята! ОЧНИТЕСЬ! ОЧНИТЕСЬ! Ну, мама сказала, что голос хороший можно преподавать. Вот, Вась, есть очень хорошая, на самом деле, в какой-то степени стереотипная фраза, а в какой-то степени эта фраза абсолютная правда. Ничего не умеешь? Иди преподавать. БЛЯДЬ! И, вот вы знаете, я сталкиваюсь всё больше и больше с такими людьми. Здравствуйте, Егор. Я чуть ли не с детства мечтаю стать актёром бубляжа. Многие говорят, что у меня плюс-минус красивый голос. Ну, плюс-минус. Но, если не секрет, есть ли какой-то шанс попасть к вам в высшую лигу? Ага. Слушайте, шанс есть всегда. Как говорил мой педагог по мастерству актёра, мой мастер курса, вы его знаете по роли деда из Воронинах, кто-то знает, как он играл в советском Шерлоке Холмсе Майкрофта Холмса, в общем, Борис Владимирович Клюев. Египетская сила. Вот. Он говорил так, что решает всё его величество случай. И на самом деле, например, вот смотрите, то, что меня позвали на пробы главного героя киберпанка, это случай. Это просто случай. Потому что режиссёр дубляжа киберпанка сидела дома или в кинотеатре, смотрела фильм от Universal, который называется «Две королевы», увидела, точнее, услышала мой голос за одного из главных героев и такая «О! Позовите мне его на пробы, найдите мне его и позовите». И вот так я попал на пробы киберпанка. Всё решает случай. Светлая память Николаю Петровичу, Борису Владимировичу. Вот. Но вот это мой главный педагог по мастерству актёра. Он меня научил, скажем так, быть актёром и он мне выдавал диплом. Вот. Михаил Башкатов, что думаете? Слушайте, ну, на самом деле, во-первых, в какой-то степени я тоже вырос на этом, даёшь молодёжь. То есть, всё-таки в его какой-то индивидуальности, в его вот этих характерных ролях он смотрелся очень забавно. То есть, это имело свою активную аудиторию, так что я тут что могу сказать. Плюс, я вроде знаю, он сейчас на радио работает. Говнопевички на ютубах преподают и открывают школы, а именитые актёры дубляжа считают, что они недостаточно достойны. Смотрите, дело в том, что, вот, как я вам и рассказывал, недавно буквально натыкаюсь в ютубе на шортс. Кстати, посмотрите, пожалуйста, шортс, который я выложил, а то там всего сто просмотров. Вот. Ну так, мало ли, лайкосик там завезите. Я, короче, просто решил оживлять свой ютуб-канал. Рассказываю. натыкаюсь на ютуб-шортс, где, значит, девочка вся такая классная, рассказывает, что на самом деле успешный успех зависит от вашего голоса, и что чем голос ниже, тем он увереннее, и тем вас активнее берут на работу. И вот она рассказывает, как надо понижать голос, как он должен уверенно звучать, и я при этом слышу 3-4 проблемных звука в речи. То есть, если мы не говорим про голос, я слышу проблему с шипящими, я слышу, как свистит буква С, и так далее, и я такой, блядь, ну как? Вот я, знаете, я как-то попытался снять видео о том, чтобы рассказать, например, про какое-то упражнение по речи. Я записал это упражнение, я такой, блядь, как я отвратительно звучу, как я смею вообще про это рассказывать, и нахуй удалил это видео. То есть, вот такая интересная штука, а ребята на голубом глазу хуячат эти видосы, и при этом это выглядит... Мда. Я его уже посмотрел, сори, не поддержу. Ну и пожалуйста. Ну и не больно-то и хотелось. Значит, забудьте, что вы его посмотрели, и посмотрите еще раз. Вот. А расскажи, какой он в жизни был, в основном люди его знают только по одной роли. Слушайте, Борис Владимирович Клюев на самом деле это был мэтр. Вот, то есть, во-первых, это был свойский мужик, но этот мужик был вот такой манеры. Немножко, то есть, когда он входил, во-первых, сука, все вставали. И он, он не ходил, он немножко парил над полом. Он настолько был вот такой определенной графской породы, что называется, что это, это выглядело очень стильно. То есть, вот он до конца жизни оставался вот таким поджарым мужиком, даже после 70 лет. И надо сказать, что Борис Владимирович, мне удалось и повезло с ним один раз вместе напиться в зюзю нахер. Светлая память, Борис Владимирович, люблю вас, ценю и уважаю. То есть, это не то, что я рассказываю в какой-то наоборот. Борис Владимирович, когда напьется, это вообще, это просто, это такой артист. Это слушать, смотреть, оторваться невозможно, насколько это было классно. И мы с ним заобщались за деревню, потому что я, хоть и москвич, но я очень люблю деревню. У меня есть деревня в Новгородской области, далеко, прям пиздец, как далеко. Вот. И мы с ним за деревню затерли, за рыбалку. И вот это был свойский мужик, настоящий. Просмотрен, лайк поставлен. Спасибо. Это Voice Changer, вырубай давай. Сейчас, извините, сейчас, извините, я вырублю. Сейчас, сейчас, секундочку, раз, так. Ну хорошо, вот все, я, как вы догадались вообще, что это Voice Changer, а что это вы? Тоже мне. Ну и ладно, ну и пожалуйста, Voice Changer, так Voice Changer. Ну и нехорошо. А можно разбор голоса от тебя? Ой-ой-ой. Ну, слушайте, ну можно будет как-нибудь придумать. Вот мне, ну, алло, что это? Да, это бабушка Бэтмен. Ну, слушайте, давайте я лучше буду с Voice Changer разговаривать, я не могу свой голос принять, поэтому давайте я буду лучше вот, вот Voice Changer говорить. Как мне кажется, сейчас индустрия меняется, все устали от грудного голоса в целом. Эээ, да не сказал бы. Просто, индустрия меняется в плане того, что этим перестают нормально и хорошо управлять. Потому что, люди, например, выпускаются из театрального вуза, у них стоит в графе сценическая речь пять, отлично. И они думают, что все, ну раз у меня отлично стоит, то мне заниматься больше речью не надо, я артист, я гениален, и все, пожалуйста. Нихуя подобного, ребята. Даже если ты выпускаешься из института, у тебя пять по речи, это не значит, что у тебя идеальная речь. В институте, вообще во всех хороших нормальных институтах педагоги вас могут научить учиться. Тогда до встречи в высшей лиге, дядя Егор. Надеюсь, хоть разок смогу с вами поработать, если я вообще пройду и пробую. Д. До встречи в высшей лиге, тогда. Егор, как тебе игра Death Stranding? Слушайте, я ценю гениальность Кодзимы, я ценю его лютый хайп и и так далее, но симулятор курьера и триллион часов кино мне не зашел в этой игре. Вот я могу сказать честно, во-первых, меня, сука, меня бесит огромное количество коробок за спиной, блядь. Или даже если он на мотоцикле едет, сука, триллион коробок. Ну, ну, оставьте, пожалуйста, ну, хотя бы хоть какие-то условности. хотя, я понимаю, что там задумка в этом и тому подобное, но, ой, меня это просто выносило. Жаль, тебя не было в игре Days Gone, там такие крутые актеры озвучили. Да, Days Gone это одна из моих любимых игр и очень жаль, конечно, что я не поучаствовал, но при этом я с удовольствием прошел и это первая игра вообще, блядь, в моей жизни, которую я прошел на платину. Именно Days Gone. Не знаю, почему, как это вообще произошло, но я ее прошел на платину. вот, привет, не знаешь ли про игру и про озвучку русского наемника в ней? Че-то вот такое я название слышал и как будто бы что-то я где-то когда-то слышал, но не буду говорить, потому что я не очень понимаю. Привет, привет, привет. Пример с Антоном Виноградовым, Brand Voice, Radio Record, сейчас уже можно сказать Ex-Voice. я не очень как бы понимаю за дикторов, потому что я не очень шарю за них. Вот, как бы диктор же не всегда равно актер озвучки. Соответственно, я больше вот за актеров озвучки более-менее, да, я могу рассказывать, потому что я многих записывал как режиссер, с многими работал как актер, а за дикторов не моя стихия. Ага. А на Ютубе только два видео с твоим прохождением, так, хотела увидеть полное твое прохождение Days Gone. Слушайте, ну я как-то и на Твиче проходил Days Gone, причем начал с самого начала и даже дошел прямо до середины игры, можно сказать. А, Кроша, который, да, я понял, который, ну вот, да. Слушайте, вот иногда надо стримы оставлять, мне кажется, согласный чат разговорными, потому что иногда все-таки мне кажется, разговорные стримы наиболее заходят, нежели чем игровичковые. Все-таки в спортзал еще ходишь, Егор? Конечно, конечно. Буквально вчера я был на тренировке и на тренировке по боксу, так что все хожу, все хожу. Будет позже перезалив твоего прохождения года фор на ютубе? Колопанда, только не бей меня, пожалуйста. Да, будет, будет, конечно, будет, когда я у Колопанды заберу все стримы, будет прохождение, да. Егор, давай в Найт Сити добьем концовку. Да, слушайте, по-моему, мы прекрасно с вами общаемся. Да, твой голос приятный, дикторский. Ну, я не диктор. Опять же, я не диктор. Я никогда в этом не практиковался, и у меня это не очень получается. Я не могу просто сидеть и монотонно шел 1963 год. И вот это, вот это, вот это вот. Или диктором на радио тоже я не сказал бы, что из меня хороший бы получился. Вот. Я актер, я, ну, если громко говорить, то режиссер дубляжа. Опять же таки, как тебе Всеволод Кузнецов? Ну, как мне может быть мой учитель? Тот, кто меня лично научил и привел в озвучку, и дал мне столько ролей, и сколько я вместе с ним записал. Всеволод Борисович гений. Тут ничего не сделаешь. На какую роль вы бы позвали... У-у-у-у. Ну, это надо думать. Слушайте, это как, ну, на уровне Николая Витальевича Бурова. То есть, это роль, это вот, я вам, знаете, сходу не смогу сказать. Это настолько огромные мастера, что я не смогу просто взять и такой, типа, ну, вот на эту, ну, вот просто вот так вот. Ой, хорошо. Блядь, никогда не пейте черничный Red Bull. Во-первых, мне больше достанется, во-вторых, вы здоровее будете, а я умру раньше. Вот. Соло-левелинг. Мы сделали одну серию, потому что у нас был спонсор, вот, на полноценную озвучку соло-левелинг. Мы сделали полноценный дубляж первой серии с голосом совы из Валоранта в главной роли. Вот. Но при этом спонсор от нас попросил скорости, а мы сказали, что от этого пострадает качество. И мы не договорились. Мы сказали, что мы отказались делать дальше это аниме, просто потому, что мы больше преследуем цель качества, нежели чем побыстрее, поскорее, блядь, лишь бы первыми выложить это полная хуйня. Вот серьезный... Не наш уровень, дорогой. Вот. Видел трейлер Дэдпула? Да, видел. Не могу сказать, что он меня прям сильно впечатлил. Я все это ожидал. Все это уже давно слили и показали. Единственное, как бы могли заявить уж и Росомаху, потому что все прекрасно знают, ну, что он там будет, и все видели, как он выглядит. Соответственно, хотя бы на секунду бы, ну, могли бы сделать. Тогда бы, мне кажется, трейлер бы больше хайпанул, однозначно. Не хотите устроить стрим, где фильм смотришь и обсудить где-то озвучку? Между прочим, у меня, я думаю, сегодня будет голосование в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на Телегу. Это не байт, просто подписывайтесь. Вот. Сегодня будет голосование, смотрим, ли на Твиче Человек-паук через Селенные 2. Вот. На Твиче под мои комментарии, потому что озвучку режиссировал лично я. Вот. Алоха, а ты бываешь на стримах Ислама? Я бываю дома у Ислама. А один раз я вообще захватил его стрим. Если кто-то помнит этот стрим, было эпично. Исламу прислали световые мечи. Я не мог пропустить этот момент, поэтому я приехал из своего дома к нему, блядь, влетел к нему на стрим и вел стрим дальше вместо него. Вот. Но, короче, сегодня, вот, как стрим закончу, пойду, побегу по своим делам, я вкинул голосование по поводу просмотра Человека-паука. Часто ли отваливаются спонсоры из-за того, что вы выбираете качество, а не скорость? Да, часто. К нам очень часто приходят спонсоры, потому что, скажем, они знают, что качество нашей озвучки пользуется успехом и спросом. Вот. Но другое дело, что мы будем всегда выбирать качество, а не скорость. Это очень важно. Вот. Егор отжимался рядом с исламом, есть в ТГ. Кстати, да, у меня в Телеграме есть кружок, где мы с исламом не геи. Я отжимался, а он это снимал. Он захватил мой телефон, и он это снимал. Клинок-фильм и Клинок-четвертый сезон будете же озвучивать. Озвучка просто шедевр. Слушайте, ну, скорее всего, да. Просто давайте до этого хотя бы доживем. Это тоже немаловажный фактор. Хотя бы до этого дожить. Что с голосом? Прекрати эту настройку, говори как человек, бро, ой. Ой, ну хорошо, сейчас своим голосом буду, вот-вот, сейчас своим голосом поговорю с вами. Это хорошо, это нормально сейчас вам так? Или все-таки вы думаете, что, ну, блядь, вот на самом деле, на самом деле, вот теперь эта шутка, мне кажется, будет наравне шутки, что заходят люди и говорят, слушай, у тебя классный голос, не думал в озвучку податься. И вот то же самое, теперь люди заходят и говорят, что с голосом, выключай войс-чендер. Вот, блядь, ожидаемо. Так что нормально, выводим эти шутки в абсолют. Вопрос про клинок, лучше задавать исламу. На самом деле, да. Вот, я в этом плане буду выступать как режиссер дубляжа, как актер, но по поводу аниме все вопросы к исламу, не ко мне. Чё, как я? Слушайте, да неплохо. Музыка из Ведьмака? Да. Да. Играешь в Counter-Strike или только Valorant? Слушайте, я пришел в Valorant из контры, потому что контра меня заебала. Но, она у меня до сих пор установлена, потому что у меня там есть даже скинчики, блядь, которые надо продать, к слову. А это вообще можно говорить? Ну, я же на торговой площадке собираюсь их продать, да? Вот. А то я просто в КС я почти не играю, зачем они мне там нужны? Или оставить? Чё думаете, чат? Кстати, надо посмотреть, сколько они вообще стоят, сколько у меня... У меня аж, блядь, там два скинчика целых есть на ван... Ой, блядь, на вандал, хотел сказать, на калаш и на М-ку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, инвентарь, инвентарь. Чё у меня тут есть? Нихуя себе! Две двести двадцать у меня стоит калаш, оказывается, пожелание на ночь какой-то. Вот. И М-ка стоит... Ну, и примерно М-ка стоит. Ну, короче, у меня почти на пятёру скинов, между прочим, чат. Чё это я, это самое? Егор, раздай лучше. О, ну, тоже как вариант. Хотите? На самом деле, я как-нибудь лучше вот эти скины, потому что я в контру особо не играю, лучше я их в телеге разыграю, если у меня есть какие-то любители контры. Я вот лучше среди любителей контры разыграю в телеге их. По-моему, прикольно. Я помню, ещё Азимов и Драгон Лор были самые желанные скины. Ну, да, очевидно. Блин, жаль, что у нас актёры озвучки очень недооценены и как профессия слабовато развивается. Слушайте, но тут как бы двоякая ситуация на самом деле. Это развивается иногда семимильными шагами, появляется огромное количество, блядь, студий, потому что все возомнили себя актёрами озвучки и сейчас озвучивают все, кому не лень. Со мной недавно связывалась одна команда озвучки по поводу озвучки одного аниме. Они делают полноценный дубляж и предложили мне главную роль. Не буду говорить какое аниме, не буду говорить какая команда, но команда, короче. Вот. Я отказался и они меня спросили почему, потому что им важно, как мне сказали, это было важно знать для развития в будущем. Я говорю, ребят, вам честно или по лайту? Они говорят, честно. Я говорю, я бы и мог это сделать и даже если бы у меня там было больше времени, я бы с удовольствием это сделал бесплатно, но мой голос звучал бы инородно в их озвучке, просто потому что ребята там любители и как бы вообще ничего не озвучивали и поэтому мой бы голос звучал в их озвучке хуёво. Вот такой вот экзистенциальный парадокс или даже реверсивная психология. Из-за того, что я среди них был бы единственный вот с таким опытом, я звучал бы хуёво, а остальные бы звучали в конве своих возможностей. Вот. Я им это объяснил и ребята надо сказать меня поняли, они сказали огромное спасибо, что как бы я им это рассказал. Вот. Так что ребята, это, как говорится, не буду называть кто вы, но желаю вам удачи в развитии. Егор, а Riot даёт вам привилегии в Валоранте типа валюты за матч больше или скины бесплатные. Ну, смотрите, как я уже и говорил, скины в этой игре я не покупал. Но у меня есть вся коллекция. Ну, как бы вот у меня есть скин на каждый айтем. Вот. То есть тут надо сказать Riot Games огромное спасибо, что они вот иногда с удовольствием вот такие бонусы делают своим как бы номинальным сотрудникам. Потому что я же не только озвучивал, да, там Валорант. Я ещё озвучивал Лигу Легенд, Legends of Runeterra, их какие-то YouTube ролики. YouTube ролики Лиги Легенд я озвучивал, YouTube ролик Golden Moments Валоранта я озвучивал. Так что как бы у нас с ними идёт квинтэссенция творческого сотрудничества. Вот как бы я это назвал. Никогда не понимал прикола со скинами зачем отдавать по 20к за какую-то картинку. Слушайте, ну, кому-то хочется мне вот, например, просто у меня стак скинов в Валоранте, если говорить. Во-первых, они намного дешевле, да, вот, если их покупать. Я не знаю точно, сколько они стоят, но дешевле это уж точно. Вот. И эти скины просто я, например, собрал стак скинов под Йору. И, по-моему, он идеален. Мне вот больше скины не нужны в Валоранте. Всё, у меня всё собрано. Егор, вы использовали метод Сэнфорда Мэйснера в какой-то из работ. Я использую метод тыка. Я, слушайте, я не очень умею бросаться умными словами. Я могу сказать, я действую по школе Станиславского, по школе проживания, которой меня научили в высшем театральном училище имени Михаила Семёновича Щепкина. Метод Сэнфорда Мэйснера? Я не знаю, что это такое. Я тупой. Увы. А кого ты в Валоранте озвучивал? Йору я озвучивал в Валоранте. Или это вы так шутите уже надо мной? Я в каком-то подкасте слышал вроде, что твой папа не хотел, чтобы ты шёл по его стопам. А почему, если не секрет, слушайте, на самом деле, если у меня будут дети, и если мои дети захотят стать актёрами, я с удовольствием им тоже скажу не надо. Не надо. И попытаюсь объяснить, почему. Эта профессия очень человеческая. И во многом это хорошо, но во многом это пиздец как плохо. И да, в этой профессии иногда ты на коне, иногда ты выживаешь и пиздец. Так что, короче, не стремитесь. Могу сказать, что тоже надо подумать иногда. А ты что-то озвучивал? Я ничего не озвучивал. Хоть у меня и написано, вот, актёр озвучки всего и сразу, хоть у меня в описании канала ссылка на мою страницу в кинопоиске, где там какое-то количество проектов. Я нихуя не озвучивал, это всё пиздёж и провокация. На самом деле Егор Васильев это созданная нейросеть, это самое Яскайнет. Вот. Это факт. Чеснок, приветствую. Ну, метод польского философа... А, я понял, хорошо, спасибо. Я запишу и буду знать. Но ты жалеешь, что взялся за эту профессию, ты отлично реализуешься. Ну, на самом деле я не жалею. Я... Блядь. Как бы это так сказать? Я не всё ещё сказал в этой профессии. Есть очень хорошая крылатая фраза, она называется «Актёр говорит тогда, когда не может молчать». Так вот, я ещё не всё сказал. Вот, как бы я описал свой путь в профессии. Вот, да. Это киберспортсмен? Да, на самом деле, вообще, если загуглить просто Егор Васильев, выдаст мою фотографию и будет написано либо футболист, либо киберспортсмен. Ну, вот как-то так вышло. А смотря где, на самом деле, если, по-моему, в Яндексе, ну-ка, дайте-ка, Яндекс, Егор Васильев. А, нет, слушайте, тут отделили Флейми и меня отделили, на самом деле, прикольно. Это очень прикольно. А вот если в Гугле забить, то там выдает, что я футболист. Вот, и вот это, конечно, было забавно. А, в Гугле киберспорт наоборот? Ну, ну, да, ладно. Ну, слушайте, мне и так, и так нравится, согласны? Как же это охуенно. Блядь, чат, как же мы с вами классно сидим на этом стриме, просто я, я счастлив, что я сегодня для вас все-таки запустил. Я, знаете, я так про себя подумал, ну, может, завтра, а завтра, нет, у тебя завтра, и запустился. Надеюсь, что сейчас нейронка не дойдет до того, что актер-развучки уже не будут востребованы. Ну, посмотрим. Слушайте, я не только актер-развучки, поэтому, как бы, мне есть куда отступать. Я играю в театре, опять же, это очень важно, тем более, играть на сцене намного сложнее. Это нужно понимать, и это нужно признавать. Вот. Егор, владение голосом влияет на харизму? Да, влияет. Но влияет владение голосом в разные стороны. То есть, смотрите, дело вот в чем. Если вы владеете голосом плохо или неправильно, это влияет в отрицательную сторону. Если вы владеете голосом правильно и умеете его правильно применять, тогда это влияет на харизму положительно и положительно сказывается на вашем образе в целом. Психология, мать ее. Егор, привет, подскажи, а с чего начать ставить свой голос? С чтения литературы об этом и с разговора со знающим человеком. Потом поход может быть к педагогу по вокалу. Потом уже, если не говорить о поступлении в какие-то соответствующие вузы, то говорить о развитии речи путем курсов, актерского мастерства, сценической речи и впоследствии курсов озвучки, если вам так хочется. Как тебе Конор Макгрегор в трейлере Дом у дороги? Слушайте, на самом деле получилось очень интересно, потому что он в целом, из него вот эта энергия идет, то есть как бы он не просто в прошлом боец и спортсмен, он шоумен, эпатажный шоумен, поэтому смотрится он довольно-таки органично. Но вот такая интересная особенность, поскольку он не профессиональный актер и в кадре, ну можно сказать, вот таким образом впервые в определенной роли, он голосом играет меньше, чем играет ну, чем играет внешностью, то есть во внешности у него еще больше этого, а в голосе Но при этом, мне кажется, в дубляже мы найдем как раз золотую середину И получится вот то, что я хочу получиться Хочу получиться, блядь, я тупой Да Но тебе же придется специально контролировать свой голос, разве это естественно? Слушайте, специально контролировать свой голос Если вы научитесь правильно, то его не нужно контролировать То есть смотрите, какая штука Я не контролирую свой голос Я не пытаюсь сейчас как-то специально разговаривать так по-бархатному Или специально немножко так, как бы вот так вот, немножко прям наседая Я разговариваю, вот как у меня голос, вот он есть И все Я не пытаюсь его как-то по-определенному ставить То есть, но, вот он звучит так, благодаря тому, что я им очень долго занимался Соответственно, все-таки выходит, что на харизму, может быть, и влияет Ну или мне хочется так думать, ладно Согласен Ну, короче, на самом деле тут двоякая тема И тут впору самому принимать решение Потому что я могу только посоветовать, но не более того Как же музыка разъебывает, согласны? Спасибо, что подписались Как сегодня много народу подписывается Вот это, вот это я понимаю Вот это популярити Вот это, сука, я Вот Почувствовал вкус медиа Поняли, да? Это прям максимально эпично Чего там? Контролировали, контролировали Да не вы контролировали А, ну понятно Будешь с баллами что-то делать? А я почти сделал Просто пока копите Потому что награды за баллы будут очень дорогие Поэтому просто Я вам советую, кто смотрит мои стримы часто Копите баллы Егор, привет, расскажи А парилки сигареты как-либо влияют на твой голос? Я слышал, что певица Адель после того, как бросила курить сигареты Потеряла в качестве Слушайте Есть очень важные нюансы В курении Те, кто думает, что Курение вам однозначно поможет Чтобы ваш голос звучал так Немножко сипло Бархатно Это не всегда так работает Курение может очень сильно навредить И на самом деле оно вредит даже мне Но Есть нюанс, который я не могу не сказать Курение иногда влияет на голос Положительно Например Все Ну, хорошо, не все Но есть знаменитый певец Том Уэйтс Блять, как же он поет потрясающе И вот он, например, вот так считает Если вы не курите Вы вообще не имеете права петь Вот так он считает Он вообще поет почти всегда с сигаретой Вот И очень многим это помогло Курение помогло сделать голос Таким, как он является Но нельзя на это уповать Не стоит, например, выбегать и жрать снег Чтобы хрипеть, как Альпачина Вот это делать не стоит Твой голос очень завораживает И располагает к себе Очень хочется также работать над своим голосом Но не на таком уровне, как это делаешь ты Не чтобы было это моей профессией Я увлекался этим 24 на 7 Ну, видите, как интересно Ну, на самом деле Я вот Очень много на стримах рассказываю Что Развить свой голос Даже чуть-чуть Это вам поможет в жизни Это не то, что вы обязаны, блять, стать актером озвучки Или актером дубляжак Называть это можно как угодно Или актером в целом Развитие голоса предполагает Небольшое, может быть, плюс Но к утверждению в жизни Потому что, когда вы приходите Там, не знаю, на кассу супермаркета И сидит какая-нибудь злобная кассирша Которая всем кидает вот так вот эти ебаные продукты А вы говорите Добрый вечер Пакетик, будьте любезны И человек так А? И она вам собирает эти продукты в пакет Хотя остальным она будет кидать А вам соберет Так что Ну, пример довольно-таки забавный Но, тем не менее, это работает Отвечаю вам Клянусь просто У меня рядом с домом есть пятерочка Все ссака-кассиры В этой пятерочке Женщины Они мне собирают продукты Сами Просто потому что Просто потому что Даже если в плохом настроении Тебе не хватает агента крутого Который будет Ну Работаем над этим, скажем так Это просто магия из дюны Возможно Возможно Но я вам серьезно говорю На самом деле Все-таки Ваш голос Это ваш инструмент Который вам сопутствует Блять Всю жизнь И Не только Мышцы Груди Рук Ног Можно накачать А еще мышцы языка Ну вы Понимаете О чем я А можно напомнить Как зовут актера Который озвучил Конора в трейлере Флэруфильмс Алексей Розин Если кто-то Смотрел Интерпретацию Мастера и Маргариты Которая сейчас идет А в кинотеатрах То там он сыграл Азазелла Потрясающий артист Просто потрясающий Я Я в большом Предвкушении В большом восторге От того Что я с ним поработаю Со мной так Кассирша всегда любит Поболтать А ну вот Видите Как интересно Они просто Твои фанатки Да Они просто подписаны На мой телеграм Поэтому и вы Подписывайтесь И все Подписывайтесь Поэтому ждем душный стрим Однозначно Нет Душный стрим Скоро будет Да Это правда Пока что На самом деле Я Все больше и больше Прихожу к тому Что Надо мне просто Все стримы Превращать в разговорные Потому что Вам интересно Я понимаю Что Люди Больше подписываются На меня В разговорных стримах Хотя при этом Там Я не пишу Что например Официальный голос Молодого Доминика Торетто Из девятого форсажа Блять Сука Официальный Официальный Официального Актер Озвучки всего и сразу То есть люди заходят Не знают Кто я Что я Где я И куда я И просто Подписываются иногда Я вчера ходил Вот видите Как интересно А вот Человек Который Сыграл Азазелла В этом фильме Будет Озвучивать В нашем Дубляже Вот Так что Чат На самом деле В этом фильме В дубляже У нас будут звучать Два знаменитых Киноактера Это Ингрид Олеринская Голос Джуди Из Киберпанк 2077 И Голос Керри Из Киберпанка Алексей Розин Прекрасный Кхе Бля Вот 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 Пожалуйста Ух Бля Сейчас Сдохну Здравствуйте Новичок В чате Приветствую Вас Блин Егор Важный Вопрос Который Меня Всегда Мучил Я Так И Не Разобрался Как Почувствовать И Понять Диафрагму Чтобы Дышать И Звучать Диафрагмой Смотрите Банально Очень Просто Ложитесь И Начинайте Дышать И Вы Почувствуете Как У вас Двигается Именно Диафрагма Потому Что Человек Когда Живет В процессе Жизни Он Учится Дышать Неправильно Вот Такая Интересная Хуйня Что Человек Дышит Потом В процессе Легкими А Нужно Дышать Диафрагмой Чтобы Легкие Больше Заполнялись Воздухом Вот И Это Ну Только Короче За этим Надо Следить Вот Песенка Привет Дорогая Привет Ты не будешь Никого озвучивать В этом фильме Слушайте Может я Кого-нибудь И озвучу Но Я буду Режиссером Дубляжа То есть Я Сделал Версию Конора И В тайном Голосовании Я могу Сказать Что Выбрали Мой Голос Для Конора МакГрегора Но Поскольку Я режиссер Дубляжа Я такой Нихуя Конора Будет Озвучивать Алексей Розин И точка Вот и все Просто У тебя Здесь Уютно И ты Такой Более Домашний Что ли В хорошем Смысле Я Домашний Приходите Приходите Ко мне В дом Проведем Личную Тренировку На дому Егор Мне сейчас Реклама В Яндексе Выскочила С тобой Заказ Озвучки Аудиокниг И Аудио Что И мне Интересно Стало Сотрудничаешь Ли ты С этой Компанией Аудиопродакшн А С аудиопродакшном Да Сотрудничаю О Забавно Прикиньте Реклама Яндекс Заказ Озвучки Аудиокниг И Аудиогидов И рекламы Егор Васильев Голос Фон Бет Да Такие дела Жаль Что процесс Озвучания Не стримите Почему же На самом деле Ну Я понимаю Вы новичок В чате Но Я вам рассказываю Что как минимум Несколько раз Я стримил Процесс озвучки Один раз На своем канале Когда я режиссировал Дубляж Для аниме Киберпанка Джранерс Вот И Два раза На канале Вовы Братишкина Когда я его режиссировал В аниме Киберпанка Джранерс И в игру Хогвартс Легаси Но поскольку Мы вместе С моим лучшим Другом И коллегой Исламом Ганжаевым Тот самый Озвучкер Мы с ним Вместе Открываем студию Скоро Ждите Стримы Прямо со студии И прямо Во время озвучки Это очень важно Так что Ребята Как говорится Жди Только Вот дождитесь Только не бросайте Меня пожалуйста И вы дождетесь Охуенного контента Это однозначно Такие дела Как тебе новый мульт От старичка Хаял Смотрел в той самой озвучке Нет Почему же Я пошел И посмотрел Озвучку Студийной банды Мультик Я смотрел еще Задолго До того Как он вышел Привет русскому репортажу То есть Ну Там настолько Непрофессиональная Была от и до Ситуация Что они Нам И фильм Скинули Просто Блять Скинули То есть Мы могли Еще не подписывая договор Просто Дропнуть фильм В сеть И ебитесь Как хотите Да Ну естественно Мы Блять Мы нормальные люди Мы так не сделали Вот Так что Фильм я видел Раньше Намного И в оригинале Вот Но Если говорить за озвучку Я могу сказать одно Там Не хватало Серьезных актеров Серьезных Взрослых актеров То есть Как бы Там Озвучивалось все Конкретно Составом Студийной банды А это неправильно Там Из всей Студийной банды Только несколько Актеров Должны были Озвучивать Небольшие роли И Даня Бледный Которого мы Утвердили В нашу озвучку На главную роль В этот проект Вот То есть Например Того же Там Деда Должен был Озвучивать Естественно Гриневич У нас Людмила Петровна Ильина Должна была Озвучивать Ну Ну Че уж говорить Было и было Но Мультфильм мне Очень понравился Прям вот безумно Егор Когда стрим Со спектаклей Слушайте На самом деле Я это обсуждаю Я вкинул Эту идею Помните Вот я вам говорил Что хочу Как-то запустить Стрим Прям во время Спектакля Чтобы вы То есть Я буду играть Спектакль А вы будете Смотреть Прямо на стриме Блять Вот Но Я Вкинул Эту идею Эта идея Театру понравилась Идея интересна Но сейчас Будет процесс Обсуждения Насколько Это возможно Реализовать Вот Потому что Гипотетически Это будет Очень клевый Формат Который особо Особо Никогда Не пользовались В СНГ Твиче Вот Но Там Проблема Не в артистах Там В режиссуре Все дело То есть Как бы И из Миши Получится Я надеюсь То есть Ни в коем случае Я не говорю Чтобы там Получилось плохо И так далее Я надеюсь Все получится Блистательно И на уровне Вот Но Я знаю Что можно было бы Намного лучше сделать В плане Как бы Немножко По другому Направить артиста И можно было бы лучше Вот Так что тут Я Мы не гонимся За то Чтобы кто-то лучше А кто-то хуже Мы не просим Вас сравнивать Мы делаем Свою озвучку Редхед Саунд Делает свою озвучку Вот и все И Каждый выбирает Кому нравится какая Я Не собираюсь Ну Как бы Говорить Смотрите Только нашу Да пожалуйста Не смотрите Но главное На ТГ подписывайтесь А И все Рано или поздно Придет проект К вам на уровне Старичка Я верю в это Я верю в это Потому что На самом деле Этот проект Был для нас Не для хайпа Спасибо Огромное За донат Спасибо Как вы Интересно Вы добили До хорошей До красивой Цифры Чтобы было Четко Семь Спасибо Вот Но Мы максимально Охуенно сидим Главное На ТГ Подписывайтесь Да Главное Подписывайтесь На ТГ А озвучку Можете не смотреть Это Это по вашему желанию А вот на ТГ Без желания И с желанием Без разбора Ну Ну Между прочим Это голос Это голос Керри Из Киберпанка Один из лучших Голосов Вообще В Киберпанке Это Алексей Розин Вот Что там в Телеграме Это что интересного Слушайте На самом деле Интересного Много То есть Как бы Иногда Я туда Выкладываю Каких-то Актеров Дубляжа Иногда Выкладываю Интересную Информацию Если вам Я интересен Как творческая Личность Интересно Следить За какими-то Моими Работами То Я туда Выкладываю Какие-то Свои Работы Еще Ну И Нюцы Иногда Да нет Ну Слушайте Нюцы Нюцы Один раз Были Испорчу Теперь Семь тысяч Пятьдесят Вот Взяли Испортили Донат Семь тысяч Пятьдесят Спасибо Огромное Вот Опа Стинт Это неожиданно Ну почему же На самом деле Я Насчет Стинта Давно думал Потому что Стинт С его Высоченным Голосом Но у него Голос Очень Имеет Очень много Красок Он очень Открытый Голос Вот И если Подобрать Определенного Персонажа Подходящего То мне кажется Может получиться Очень забавно Вот Нюцы Огонь Кстати Да Между прочим Нюцы Оф Оф Это вы все Пошли смотреть Или просто Люди на меня Хуй забивают И уходят со стрима Ну так или иначе Все равно Огромное спасибо Что вы смотрели А возможно ли Станиславом Шишкиным Отбивать пули Как катаной Честно говоря Не проверял Но Надо смотреть Может быть И это и возможно Чат Мы Короче Кстати Вы знаете Что мы Пробиваем С вами Потолки Как вы знаете Я Не стримлю Больше Двух часов В основном И тем более Если это Разговорный Стрим Два Двадцать два Стримлю Боже мой Насколько Мне с вами По кайфу Вот Еще Чтобы его Персонаж Кричал Да Это правда Это Вот поэтому Надо будет Найти Только подходящую роль Потому что Я не из тех людей Которые Знаете Будет звать Людей Просто Чтобы позвать То есть В данном случае Я Не считаю Это пиар-ходом Если бы Я не знал Что Вова Не подходит На Вот эту Небольшую роль Которую он Озвучил В Киберпанк Эджранерс Я бы Его не позвал Но Как бы Вот эту роль Хулио Я знал Что Вова Подойдет И Это может Получиться Забавно Поэтому Собственно Братишкина Я и позвал Вот Можно Стримить Еще Два С половиной Часа Но Вы Что С ума Сошли Вы Понимаете Что Если Я буду Стримить Еще Два С половиной Часа Меня Уже Никто Не Будет Смотреть То есть Останетесь Только Вы И Мы С вами Будем В Двоечка Короче Сидеть Вот Нет Это Конечно Можно Но У меня Еще Много Дел Спасибо Огромное За Донат Короче Сегодня День Испорченных Донатов Но Прекрасных Огромное Спасибо За каждый Ваш Донат Низкий Поклон Потому Что Например Благодаря Вам Ну Сейчас На фигурку Сильверхенда Понятное Дело Но Благодаря Вашим Донатам Между Прочим Собак Кормлю Так Что Огромное Спасибо Голос Кровавого Барона Кайфовый Ну Конечно Голос Сергея Игоревича Чихачева Голос Бримстоуна Из Валоранта Голос Виктора Вектора Из Киберпанка И так Далее И тому Подобное И он Еще И режиссер Дубляжа А как Ты Относишься К Майнкрафту Слушайте В Майнкрафт Я Играл Всего Один Раз Когда Я Вместе С Братишкиным Влетел На Его Сервер По Майнкрафту То есть Как бы Вот Как его сервер Там Залупа Онлайн Его сервер Называется Кстати Приходите туда Если он Все еще Работает Я не знаю Я туда еще Влечу Поверьте Мне Вот Но В Майнкрафт Я играл Ровно Один раз На сервере Братишкина У тебя Собаки У меня Их Две Да Кстати Вот Вот еще Плюс Почему Можно Подписаться На мою Телегу Потому что Там есть Фоточки Собак Будет Распаковка Фигурки На стриме Ну я думаю Конечно Я ее закажу Она будет Конечно Пиздец Как долго Идти Но Да У меня Вообще В планах Смотрите Фигурки Вот Сильверхенда Потом Фигурка Скорее Всего Я буду Очень хочу Накопить На фигурку Принца Перси От Хот войс Блять Хот войс Фу Фу Нет Нет Хот войс Это очень Странные Ребята Хот Тойс Блять Вот Короче В общем Хочу На эту Фигурку Накопить Потом Хочу Накопить На фигурку Зорро Короче У меня План По фигуркам Целой Вот Я вот Неделю Назад Начал Валорант Играть Пока Именно На Бремстоу Не Играю Озвучка Его Великолепна Ну Конечно Сергей Игоревич Потрясающий Профессионал А то Егор Собак Спустит Кстати Да Спущу На вас Собак Если Вы Будете Уходить Со стрима И будете Отписываться От телегушки Я Обижусь И расстроюсь Согласны Чат Мне кажется Это Это нормально О А как раз Шеф стримит Слушайте Давайте я вас Закину Шефу Я просто Мне еще нужно Кучу дел Сделать Чат На сегодня К сожалению Все Поэтому Не забывайте Пожалуйста Подписываться На телегу Вы можете Выиграть Деньги Вот На сегодня Все Скорее всего Завтра Будет Стрим Ждите Обновлений В телеге Ждите Новостей И Братишкину Передайте От меня Привет Я знаю Что он Нихуя Не увидит Но Тем не менее Передайте Это же Братишкин Огромное Спасибо Чат Что все Были Спасибо за субтитры